Отложите все ваши дела Пиздец! Вас ждет очень длиннющий ряд Но длиннее некоторых его Он такой большой Здраво, с вами Юлик Тарантино Антон Власов Точнее, Антон Спилберг Сегодня мы представляем вашему вниманию Шоу «Немножко разведены» Точнее, нашу авторскую переработку Режиссерское видение Авторитетную оценку с поднятием социальных проблем Приготовьте еду Она вам понадобится в этом многочасовом путешествии Вы потеряете много калорий от того количества смеха, что вас ждет Мы начинаем Хорошая музыка на телеканале Хорошая! Ирина и Александр Ивановы Ирине 26 лет Александру 29 В браке 6 лет У обоих супругов высшее образование Ирина экономист Александр менеджер по туризму Сейчас и... Какая хорошая семья Хорошая семья А что такое? Что случилось? Первые-то явно ПТУшники были Мужик может вообще без образования Да незаконченная средняя даже скорее всего Ирина домохозяйка Александр вместе с мамой владеют сетью магазинов женской одежды и нижнего белья Семья живет в старой Сдается мне там непросто Там очень много разной одежды Любят они с мамой такое А мы у нас с детства повелось Мама наряжалась Папа я наряжался Теперь магазины свои Она да У нее мама просто по дому ходит в таких Она рядом Она такая типа кушать не будешь Она такая знаешь мама Я съем с твоей жопой Твои скидобные тросы Русси в квартире Александра После шести лет совместной жизни супруги зашли в тупик Главный причин А знаешь почему? Он просто низкий Да ты все Кстати да друзья Вся проблема Мы не хотим никого обидеть Но если у вас рост меньше 180 То Он посмотрел на меня Провел так 180 Вроде что есть 182 Я еще с горбина сижу Я там вообще под Ты под 2 метра наверное Либо будьте с очень длинным пенисом Либо высоким Тут Несоответствие одной из Как точно одной из Точно одной из Возможно двух Конфликтов Ирина считает свекровь А Александр Отсутствие взаимопонимания Решение обоих Развод Наш эксперимент Последний шанс Сохранить эту семью Это знаешь это как Супер развод Вот вы просто разводитесь А с этой передачей Вам еще и Подкладывают под вас кого то И ты такой Слушайте Ну милое дело Развести Да я думал Это как страшно Это так плохо А потом Черт Ну потенку Если потенку показывают Значит нормально Похуй снимаешь станы Но все равно Опять же смотрите А давайте оценим их по внешним критериям Не мне судить Во-первых они все худые Так Чешки Тапки у чувака Макас Это моветон Я считаю в современном мире ходить Причем он без носков по моему А их только так и надо носить Да Да Все носят без носков Макас И почти все эти люди Они брошенные Я вот ей говорю А она меня не слышит Она все равно свое Вот у нее есть я И все И она меня просто не слышит Слушай он выглядит как Человек не слышен образования Да Хотел сказать что Здесь надо написать Александр Иванов Держащий общак Какой-то Чешки Наверное все эти магазины Нужно отбиваться От всяких больных людей Наверное он что-то Он сам нападает На свой магазин Такая Накотики блядят Аааа Это проверочка Мама Она в ДСМ костюме Наверное я ее Так вот не слышал У нас вот поэтому Не можем наговориться Сейчас Каждый раз так Вот мы третий выпуск Смотрим Всегда Мужик такой Ну что ты там у нас Да Не выходит Какая поганая Я Она поганая Ну характер у нее Сразу видно блядь Не сладкий Она плачет По-моему сейчас женщина Просто склонны преувеличивать Плачет? Это называется плакать? Я думала она смеется так Она смеется по-моему она плачет Ну как Айфоник Да ладно Ну Веселая женщина Что такое? Я не люблю рассказывать Проблемы И всегда держусь о себе На самом деле Девчонки любят Преувеличивать проблемы Конечно И преуменьшать пенисы Суки Почему не явится наоборот? Честно У нас нету Понимаете У нас нету Ну что как будто мы семья У нас этого нету Слушай у нас по-моему Новый претендент На звание желтого чувака И еще один Черт возьми Может быть они вместе сидели с ним Где-то Они вместе с ним А они друзья Печень проебывали Ира есть я Вот И твоя желтуха Вместе с нами Она не желтая А там знаешь Они стоят вдвоем Просто утром Возле туалета Ты скоро там? Он такой открывает Просто Какое-то желтое пятно Они такие Щас я блять Подождите секунду Желтые прыщи какие-то И в какой-то момент Возвращаюсь В общем как-то я вот Такую вот Просто если у них проблема С выставлением света То она бы наверное была И тут И тут она была бы желтой Но здесь проблема С выставлением света У его организма Первая проблема семьи Место жительства Ирины Переехав к мужу из Питера Ирина оставила родителей Работу А переехала она в Саратов Скорее всего Ну там нижние что-то там Жизнь заново У меня депрессия была долго Ну в плане душевная До сих пор депрессия До сих пор да Я не могу с этим смириться Сравните мегаполис Маленьким городом Это конечно Сидит жалуется Сама приехала Да и вот что это такое Ну это Это выбор был В смысле Ты сидишь с чуваком Как вот чуваком Какие у него шрамы на голове Вы посмотрите Это шрамы я думал Это прическа Если это шрамы Чувак жесткий А внизу у него что Ты хочешь сказать Это на татуировке тоже прическа Это прическа Волосы Волосы выстрик Несравнимо Очень скучно Лично для моей души Он сейчас такой сидит Так вот Своли свою пасть У него смотри Еще что-то набито на шее сзади Смотрели я фильм Хочу в тюрьму Это Линнард Нацист Ладно Я смотрел фильм Хочу в тюрьму Но это не русский фильм Я знаю Там где чувак такой И он хотел в тюрьму Да-да И там был лейтенант Гавчик Короче посмотрите Это такая трэшовая комедия Комедия трэшовая Где он хотел Потом У меня кассета была Кассета? Кассета Нифига себе Это очень давно было Не осталось? А вы не видели? Да вы не видели Хочу в тюрьму посмотрите Там вот снимается этот чувак И он Линнард Он нацист Который убил себя Этим самым шприцом Сочное У него драка была И вот Воры воспоминаний Они говорят Это нормально Ты замужем А немного ли она говорит? Он как-то жёсткий Тище Да он просто мал Она говорит Говна Кусок вообще Он рядом сидит väl Потом после того Как камера включается Да Такие люди жаю Вот ему нужно учиться Говорить вместе со своей Вот всё Проблема решена Говори Открывай свой рот Не только когда с соседом. Может, открывать его, когда ты разговариваешь, бля. И что, их далеко от Питера. Свекрови в жизни сына. Да почему магазин женский магазин? Я не понял, подожди, что там было? Монашки? Семьи, по мнению жены Иры, активное участие... У вас не женский магазин, у вас секс-магазин. Хватит врать. Бля, все по 2200, кстати. Да, ничего бы из этого не взял. Не мой стиль. И его участие в жизни мать. Кто-то дом любит строить, что-то падает. Мне батя рассказал, в советские времена, чувак. Все, короче, очень сложно было. Нужно было все согласовывать, всякие планировки и прочие вещи. Один чувак себе семиэтажный дом построил на участке. А он там небольшой был. И захотел лифт построить. И приходит там куда-то, куда нужен. Говорит, мне нужен лифт. Нахера тебе лифт? Да у меня дом семиэтажный. Они такие, ебать. И его нахуй закрыли. Ну надо было думать, ебать лифт. Откуда у тебя деньги на семиэтажный дом? Все охуели просто. И вот тут тоже трехэтажный. Охуели. Лифт дорого стоит, наверное. А Ире это, конечно, не нравится. Она первое время пыталась его перекинуть. Слушай, мне не нравится тон кожи вашего семьи. Да, да, да. Оно какое-то, знаешь, прослеживается. Вот тонкой ниточкой проходит. Он заставляет беспокоиться о вас. А вон там муж смотри. Муж нормального цвета. Мишка круг. Смотри, и она там нормального цвета. Что ж не так? Может кто-то лампы какие-то желтые использует? Мы не желтые. Или я чуть-чуть желтый. Может быть там кто-то градусники бьет в чай. В каждое утро, знаешь, там разламывает по чуть-чуть чай. Микер они пожили три месяца. Ну и все равно... А вот тут она нормального цвета. Вернулся домой. Это как посмотреть. Тайна. Заяц, я принес тебе работника. Ну так вот и поработай. Понял, да? Почему? Чтобы он отсосал себе пылесос. Ха-ха-ха-ха. Он говорит, Герт, поработал? Серьезно, мне некогда. Я делаю салат. Я делаю салат. Ты же знаешь, что я лук не люблю. А я люблю. Ну кто я теперь есть это будет? Я не буду такой есть. Какой капризный. Он выглядит так, будто это чувак, который вообще никогда не капризничал. Лук, да я его как яблоко. А сам такой, я лук не хочу. Ну да, а он прям на камеру такой строит из себя. Как я это есть буду? Потом камера выключается. Сука. И он берет его голову просто от тела так отделяет медленно. Потом обратно приставляет. Он такая... Что это было, блядь? Он такой... Он такой, я желтею, что происходит? И он вот так вот... И она опять жарит. Он такой, что происходит? Это шаолинский монах какой-то. Волшебное слово? Давай, давай, работай. Пожалуйста, давай. Не люблю, когда надо мной властвует. Для меня это... Че ты пиздишь? 6 лет в браке ты из Питера переехала и не любишь, когда на тобой властвует. Совершенно верно. Это просто дичь какая-то. А теперь она говорит, я не люблю. Я суда встану. Ему просто нужно дать то, что она хочет. Она хочет, чтобы ее вот в костюм коня... Знаешь, чтобы ее руки вот так вот обматывали, чтобы она вот на четвереньках вот так... И такая морда платила. Чтобы он ее отстегал, вот что ей нужно. Попрыгни, блядь, на стол. Давай, давай, ты еще... Смотришь? Нижний, сделай нижний брейк. Вот это все читается в ее поведении. И она все согласна. С луком не буду есть, что ты приготовила там. Еще и с луком, еще и, говоришь, наперчила. Что всем было вкусно. Ой, блядь, это какой-то Бенджамин Баттон, по-моему, который... Какая-то душная, такая разборка. Типа, ты с луком приготовил, а я и лук не ем. Ну, чтобы всем было вкусно, но я не ем лук. Ну, мне лук нравится, но мне не нравится, но я люблю лук. Ну, если они так живут, я не удивлен, почему они могут это разнести. И что, до кого он может... Вот я не верю в то, что этот мужчина изменяет ей. Не может этого быть. Мы не ту передачу смотрим. Неизменно. Блядь! Я прям уверен, ну, это так и есть. Значит, изменят прямо в этой программе. Мама твоя любит с луком. А я не думаю. Ты могла бы мне вот отдельный код там выделить? Меня мама так делает там. Они просто ненавидят друг друга. Ненавидят вообще. Они как две собаки. Это просто причина. Это просто причина. А в чем проблема? Разведитесь нахуй. И что? Они пришли сюда на эту программу сохранить свой брак, свои отношения. А все смотрят. А потому что им с детства говорили. Нельзя разводиться. Вот надо вот. Но я, кстати, тоже придерживаюсь этого канона. Что, типа, нужно один раз пожениться. Девушке выйти замуж и все. И до конца жизни. Вот мне надо этой хуйней заниматься. Типа, вот замуж сженился. Потом развелся. Потом опять. Что это за чехарда? А смысл этого этих штампов, блядь? Так что опроверг, собственно. А зачем тогда? Это частные случаи. Черт, долбоем. Надо ему штамп поставить, чтобы потом, если девушка захочет за него выйти замуж, чтобы видела, блядь, капризный школьник. Можно просто его яички удалить. Вазоктамию сделать, молодой. Яички удалить. Он как кот встанет. Будет всегда спать. Да, толстый, сонливый. Ты пришла, блядь. Он будет такой мягкий, добрый. Будет ходить сюда в ряснице такой, да? С кушаком. Можно сделать передачу. Теперь я Евнух. И там вся передача, пол передачи, как бы мужик готовится, решит отстать или отстать. Да, да, да. Потом его делают к Евнуху и пол передачи, как он с этим смиряется. Потом как он пришел к тому, что он с этим смирился. И там все стадии отрицания. И там в конце, как он понял, что сделал огромную ошибку, блядь, и теперь им без яиц. В каких-то, в каких-то выпусках будет как-будто ошибка, в каких-то нет. А это все, я тебе могу сказать, что это не постанова точно. Это? Мама. Про Евнуха. Ааа. Яиц нет. Потому что... Это постановка. Постановка? Вот, смотри. Ребят. А они говорят постановку. Видишь где-нибудь здесь яйца? Смотри, я натяну кожу. Подолб поднял. Пузо поднял. Вышла, не просто так сидеть. Саша любит, чтобы дома было уютно. А кто не любит? Ему покушать, все горячее. Он любит, чтобы я ему тарелочку положила. В копилочку ей кладет. Он домашний. Свою монетку. Там уже звенит. И не только он. Я думаю, там дохуя кто в эту копилочку монетку накидал. Там если хрюшку разбить, можно купить, блядь, смолет, вертолет, чего угодно. Едет Саша за нами. А пусть найдется. А пускай найди-ка нас. Ему нах. Дайди сначала свои яйца, блядь. Что ты нам сделаешь? Да. Из баклах ты не пьешь, поди? Поднять не может. Руки сухие. Не могу никогда. Пенис свой сначала подними. Потом приходи, будем разговаривать. Бездом на мне. Уборка, готовка, стирка, все, все, это за мной. Ты знаешь, что я ему не ем, ты опять его положила. Ну слушай, ей 26, она выглядит на 23. Ну да, а ему 23 выглядит на... Нет, ему 29. А 29 ему? Выглядит на 28. Он выглядит, что он сидел на 29. 29. Слушай, у него огромный орел на груди, мы шутки шутим, а чувак... Да какой сейчас татуировки делают все, кто не по поди, и какие угодно. Я вот не считаю. Ну мы же Евнуха все-таки. Потом еще выкинете потом. Это татуировка Евнуха, кстати, фирменная. Ну птица. Да. Ой, яйца такие у людей. Два яйца на крыльях. Да, да. Даже не хочу уже, у нас же есть. Почему? Блин, ты настроение испортила меня. По-моему, ты сам тебя испортил. А по-моему, нужно вот показывать, как муж и жена ебутся в этой передаче. Да, надо сначала посмотреть, как они ебутся. Чтобы мы посмотрели, какие у них реальные отношения. Вот вся искренность там будет. А уже потом показывать, как они... Симулирует, не симулирует. Да. Как она там это, как он сосет. Насколько... Насколько это... Мы все-таки здесь оцениваем по всем критериям. Мы же так не можем. Как вам подобрать тогда? Анализ нужно проводить полный. Анна Слинг, может быть. Ты имел в виду? Не ем. Ну что ты присрался с этим луком? Я же, ты знаешь, стирал лошадь. Фигню опять туда. Да. Потому что невкусно без лука. Ну как невкусно, ты делаешь это для кого? А, сможешь с мамой поесть? Что ты хочешь? Ну, садись схожу. Потом скажу, что я маму ем. Ну вот она тоже коза. Они такие. Невкусно без лука, тварь. Если... Падла. Он ей так мозг выносит за лук. Почему она просто не сделает пол противня с луком? Пол половину нет. Это не так сложно. Нет, невкусно же. Ешь с луком, мрэ. Но это пол противня. Он такой, ну нет, невкусно. А ты мужик? А она такая или нет? Не знаю, о чем ты. По-моему, замечательный. Ну какая... Ну это что, проблема вообще в семье? Вообще, знаешь, бывает мужья и жен бьют, блядь. Сильно причем? А это просто лук. А посуду помолем быстренько? Ты. Я не молю никогда. Угу. А зачем ты нам говоришь? Ты помола. А, ну я просто без твоего указания уже справилась. Ушенк ебаный. Я знаешь, как говорю Даша. Я ничего по дому делать не буду. И это очень злит. Я все равно выношу мусор, но я говорю, я ничего. Вообще не буду делать по дому. Ничего. Перед тем, как что-то сделать? Нет. И говорю, я ничего. Но я готов оплачивать уборку. Блядь. Ну ты что, ну такое говоришь? Ну типа не ее, а заказывать клинику. Но Даша это не устраивает, поэтому она сама убирается. Эээ, но я живу в студии, где можно с любой кровати дотянуться до любого конца квартиры. Я ненавижу убираться прям вообще. А у меня невозможно насорить, потому что нет пространства, куда я могу уронить мусор. На позапрошлой квартире дошло до того, что там таракан ползал. Да ты что? Один. Он у тебя был какой же домашний. Ты просто начинаешь что-то жарить? Мы в этот момент уже съезжали. Повезло нам. Такой большой. Как знаешь, рад таракану. Очень противный. Семья Ивановых приняла решение участвовать в эксперименте. Ира и Саша готовы поставить... Ох, Саша, не понравится, что Иру кто-то нахлобучит. Не понравится. А Ирку-то кому-то милое дело. Сразу нахлобучит. Сразу ее вообще. Слушай, она же видно, что ненавидит его. Какой-то... Она ему в отместку. Быдло Евнух с тренировками. Собирается, да, там кому-то что-то показать. Что ты кому-то показать? Что ты кому-то покажешь вообще? Что ты? Ты что, блин? Ах! Она сразу рогатку, бам! Раздвинет. Я не услышал, что мы участвуем в программе. Про отношения. Чтобы улучшить семейное отношение. Они все желтые. Они все не понимают, что происходит вообще. Такие, ой, блядь, столько желчи в организме. Ничего не понимаю. Да, мы сейчас... Она договорит, и мы начнем ругаться. Всех напить. Всех материть. Они очень любят жалочно любить. Это невестушка. Только дед розовый. Дед нормальный. Хороший себе. Блядь, сделал предзаказ на Киберпанк 2077. Жду, блядь. Не дождусь. Блядь. Ну, я тебя... Что хочешь могу ожидать? И... И такого подвоха тоже. Ну, мы думали, она шутит и че-то пошутила. Как бы мы не поверили. Ну, не знаю. Просто, по-моему, девушке не повезло. Ручки, ручки, ручки. Для меня точно уже новость. Еще и такая новость. Ну, они все-таки... Ой, ты нас удивила, конечно. Мы еще думали, что ты можешь гадость сделать. Ну, такую прям. Ну, это... Ну, ты подлая мразь, конечно. Они, да, вот говорят это, ну, такими, типа, в обход. Типа, пассивно-агрессивные такие. Очень, очень пассивно-агрессивные. Но... Самое нормальное здесь это вот. Халк Хоган Дед. Смотри. Он там... Очень похож. Бывший рестлер. Он, да, ездил на... Как там... В Россию приехал. В Россию приехал. Да. И здесь он познакомился с нежданной Харканиной. Тридцать лет просто. Заболел. Сырозом. И вот. Хочется что-то подсказать. У него голос такой молодой. У вас споры постоянно идут. Все через скандал. И только после скандала мы начинаем уступать. Какой-то первые два дня. Потом опять все то же самое. И Саше надо немножко, чуть-чуть вот меняться. Я чувствую, что надо. Я не согласился на это все пойти. Чтобы ну как-то измениться что-ли. Может чтобы она что-то изменила. И я что-то и мы поняли друг друга. Ну в общем в целом вы одобряете. Да. Мы одобряем. В целом они не одобряют. Они по-моему да. Они вот. Знаешь там. Вот Саша. Мы от тебя такого не ожидали. Саша должен чуть-чуть. Слегка. Капельку. Немножко нахуй. Вообще отсюда. Нашей дочери не приходи больше в эту беседку никогда. Я увидела ваши счастливые лица. Чтоб Саша пришел ко мне и сказал. Мам, я счастлив. Я сыт. А на тебя похуй. Главное чтобы Саша был счастлив. Да, сынок. Чтоб я видела его счастливое лицо. Опять друзья видим гиперопеку. Мужику уже почти 30 лет. А он все. Мамочки. Безумно. Ух положи. Мама дойдите. У него нет. Ему так вот что-то замразивает. Этой девушке. Дед такой бьет. Девушку. Да. Девушку. Приготовь ему уже ебаную картошку без ебаного лука. Жена Ирина едет к незнакомцу в Москву. Муж Александр тоже едет к незнакомцу в Москву. В свою руку. Он такой. Здравствуйте. Ему такой звоночек проходит. Такой. Да? Хе-хе. Кто это говорит? Хе-хе. Так. Что вы говорите? Твои отшители отлично. Да, 6 лет. А ему? Хе-хе. Да, желтые еще. А-а-а. И стиль канал едет. Он такой тоже желтый. Они сидят такие. Блядь, надо звонить этому. Я не хочу. Он так много пиздить не поделывает. Он глушный такой, да. Они такие. Эники-беники, ели вареньки. Ладно, ты звонишь. А не, они сделали специальную нейросеть, которая базарит с желтым. На всякие отвлеченные темы. И там, знаешь, такой. Гугл-переводчик такой. Чем ты сейчас занимаешь? Хе-хе. Он такой. С доната. Я собака, ты собака. Да, ты собака, я собака. Он такой. А-а-а. Я могу быть собакой. Я могу быть собакой. Я могу быть встанем на четвереке. Он такой. Ребят. Если вы не понимаете про кого мы, посмотрите первый выпуск. Да. Это внутренний мэм наш. Хе-хе. Квартиру, супруг. Там всего 5 часов нужно, короче, посмотреть. И все поймете. Чтобы вам было комфортно, и мне было комфортно, и маме было комфортно. Я так понимаю, Ирине Ивановой будет комфортно только в Питере, раз она из Питера переехала. Только в Питербурге. Либо у обеспеченного мастюча. Осталось решить с правом на измену. Этот вопрос каждая семья решает индивидуально. Испытание на верность? Надеюсь, что нет. Ты заметил? Он впервые улыбнулся за передачу. Он такой, как насчет измен? Не-е-е. Не в коем случае. Не-е-е. И такой задумывается. Да-а-а. Не-е. Тебе нет. Нет. Потому что ты не выдержишь? Я-то точно пройду. А ты вот, вопрос. Ты мне не доверёшь? Ну как я? Ну так. А если поводу мне не доверять? Он, видимо, как Стерлигов. Герман. Герман Стерлигов. Если женщина изменила, это цитата. Если женщина изменила... Он говорит что-то. Если женщина изменила, то она шлюха. А если мужчина изменила? Он говорит, а если мужчина изменила, то его нужно простить. А-а-а. А-а-а. Нет, подожди. А если мужчина шлюха? Не, мужчина не может быть шлюхой. Стерлигов просто многого, наверное, не знает. Хе-хе-хе. Он знает только, как печь хлеб за 3 миллиона, блядь, и всё. Да ты знаешь о жизни. У нас нет дорогого. Он думает, что реально крестьяне пекли хлеб за три тысячи рублей. Да ты чё, блядь. Что чушь несёшь? Если ему не огурится, тогда вообще тебе можно доверять. Вообще не доверять никогда. Был еще разочек. Разочек? А у тебя сколько разочков? Тоже. Не разочек, да? Тоже не разочек. Они изменяли? Они уже изменяли. Так и чё? Понятно поебутся. Так это... Да это вообще уже разочек. Семьи такие сидят. Сгнившие. У тебя было разочек. Да значит... А у тебя не было разочек. А может ты была? Может ты не была? Прогнившая, сгнившая ячейка общества, в которой... А-а-а. Кукной. Им нельзя разводиться, ты говоришь. Не-е-е. Вы будете жить дальше. Существует свой крест. Да, сын? Тени лямку, блядь. Детей заводят. Дети в этой атмосфере растут. Постоянно ругаться. Дальше больше бить жену нужно. И ребёнка тоже. Ребёнка бить. Ха-ха-ха. Чтоб он набивался. Чтоб он, да, под напитие ходил твёрдый такой. Мощный. Мощный пацан. И летел. Он такой, иди сюда. На борьбу пойдёт. Да, я тебе пожму руку, блядь, если бы она у тебя была не сломана. М-м-м. Маленького. Прям. А-а-а. Всё, у вас здесь? Всё. Здесь пауза. Главное вот не пережать. Чуть-чуть. Ха-ха-ха. Споров муж и жена пришли к выводу. Нет, конечно. Слушай, а как это у него шрам вот такой? Видимо, ебанули чем-то и скол был. Сыркулем, блядь. Прошли. Череп, видимо, прям скол был. Либо внутрь, либо внутрь. Может быть перепутали его голову с арбузом, блядь. Ха-ха-ха. И просто он вот так вот лежал. И батя такой, типа, да кому только раз-два вытаскивает такой, блядь, такой. Он обратно сунул. И больше чувак не улыбался. Да, и момент там вот так прошёл по контуру, чтобы... Там либо два раза долбанули, либо какой-то скол был вообще. Страшно выглядит. Если это шрам. Или он... Ну, такие шрамы получаются иногда, если ты... Уголком. Говоришь, смогу. Два раза болгаркой можешь себе башку пропилить? Раз. Два. Давайте. Он такой заслужил. Ему сигарету дают. И вот её вперёд такой... А, да. Вот так вот. Не выходит. Не могу. Где мой рот? Где мои яйца? Если вообще какой-то... Так ты ему. Я не знаю, что я сделаю. Оооо. Турпа. И заставка такая идёт. Еу. Будет, ну, вообще там даже момент. Ну, я не знаю, что я сделаю просто. Нет, правов никаких нет ни на проекте, ни за проектом. Вообще я на это права, оттабу. Ты мне скажи, какую девушку ты ожидаешь? Красивую. Так. Так, ты никогда не интересовала раньше, чем ты показываешь. Сейчас ты хочешь. Это я тебе говорил. Ага, да не, у меня в фуфуре все в порядке. Ладно, так не знаю, какую описываю. Скромную? Ну не прям скромную, знаешь, мышь, но мне тоже, знаешь, неинтересно. Мне интересно, кто тебя кормить там будет. Мышь-то неинтересно. Как обычно, пельмешки я буду кушать. А ты-то, ладно, я-то, ты знаешь. Может, она тебя и будет кормить? Вот, может, будет готов. А ты-то знаешь, кто будет у тебя? Главное, чтобы собеседник был хороший, а все остальное без разницы. Ну самое главное. Я уже представляю. Эй, святая между нами. Эй, собеседник, эй, солежантенький, вообще. Постоянетик, посидеть на горячем. Вы только хотите, а то у меня только холодные. Холодненький. Просто у меня здесь в машине горячие страйки. Кроме холодные страйки. Блядь, ты че, чувак-то творишь. Ой, смотрите, котенок на дереве породистый. Че там? Породистый котенок. Блядь, я не помню. В той серии там чуваки заметили в комментах, она говорит там, кто-то там на дереве черепает. Она такая, кот. Кто из них дурак, непонятно. Но точно по ним видно, что один и другой хотят поепстись на стороне. Видно. Непонятно даже, кто больше. Кто больше, не ясно. Сейчас узнаем. Слушайте, а то в сухихе можно и помереть. Угу. Там мой, там своя. Нет, почти. Итак, семья Ивановых разъезжается, чтобы построить новые отношения. Будут ли незнакомцы лучше или муж с женой поймут, что проблемы не в спутнике жизни, а в них самих. Вы поймите, просто не отношения у вас плохие, просто вы люди, говно. Ну, и мужик такой. Она, не-не-не, я, и она, и ты. И ты говно, вы, блин, вы говно. Вот смотри, два куска говно. Два куска говно, да. Вы подходите друг к другу. Вы один большой дымящийся кусок дерьма. Но не подходите, как бы, не сможете быть вместе. Потому что это чуть желтоватое одно, а второе темно-коричневое. Как они сочетаются вместе? А я вам скажу как. Я дополню вас. И прямо посередине вот встану и буду третьим, третьим куском говном. Знаком. О, кто же. По правил эксперимента семья не знает, кто станет. В этот раз, смотри, 8 минут и не прошел час мой, видишь, чуть-чуть подошли. Да, да, но дело идет быстрее. А тут все развивается быстрее, здесь комментировать нечего. Че, явнуха, да, профурсетка какая-то, ну че. Да вы посмотри на меня джинсы. Они прям кричат, взломайте меня прям. Они говорят, сорвите с меня их. На перроне, да. И если они вам не нравятся, сорвите с меня их. А ты был когда-то в вагоне-ресторане? Да. Был. И в старом, и в новом. А еще и такие бывают? Да, в новых ты стоишь. Они маленькие. Вагон-ресторан стоящий? Да, в этом в Сапсане. Ужасная вещь, наверное. Но надеются, что партнеры будут соответствовать заявленным требованиям к идеалу. Это Москва или? Здравствуй. Да, это Москва. Привет. Андрей. Меня зовут Ира. Поехали уже. Мы поедем скорее. Давай гостиницу, дай сразу. Вон, это самое. Пошли за угол. Это мне? Да, это вам. Спасибо большое. Давай, чемодан. Калафелин сразу там. Слушай, они не знают, что такое Тиндер. Эта передача, это как Тиндер, но растянутый. Но если честно, то... А что, кстати, в Подмосковье нету женщин на Баду, на Тиндере? Наверное есть. Так почему они просто не сходят налево и все, вернутся? Если в этом заключается смысл программы просто. Сходить налево, я считаю, да. Да, в этом смысл программы. Как бы программа говорит, что как бы... Можно переименовать? Восстановить отношения, но на деле-то вся суть в том, что делаем ставки. Кто переспит, кто не переспит. Вот, знаешь как? Выебить не выебить. Да, да, да. Так вот называется программа. Я прям представляю, они когда писали... Как это называется? Сценарий. Не сценарий, а краткое описание передачи. А у них название было выебить не выебить. И продюсер посмотрел, ну это очень круто. Это да, но мы не можем такого. Вы название переделаете. И немножко разведены. Там два продюсера. Один говорит, не может, второй говорит, мы все можем, но название переделаете. А это он один и тот же. Только можем, блядь, не можем, можем. Андрей Ильин, 27 лет. По профессии специалист по международным отношениям. Переехал в Москву из Санкт-Петербурга. Андрей владеет парком Сегвеев. Самые долгие отношения длились пять. Чего, блядь, он гироскутерный парк имеет? В парке Горького, я помню, чувак стоял с тремя гироскутерами и за деньги давал покататься. Разве что... Это он? Скорее всего, может быть. Может он, может быть. Бизнесмен какой, знаешь? Он такой, тюкки, слушай, поедем в ресторан. Он такой, да, конечно, выходит такой... Он на этом катается сейчас. Вот это твой парень. У него, причем, их не один, а три. Как ты вообще себя чувствуешь, чё? Это целый парк. Парк, парк. Лет и закончились два года назад. Андрей мечтает о семье и уверен, что этот эксперимент шаг навстречу к мечте. Ну, хороший мужик, улыбается на каждый год. Ну, вроде да. Значит, он в свое удовольствие живет, если он такой счастливый. Хорошо Инстаграм, наверное, ведет. Много там теолог к нему подписывается. Чего у меня за машину? По дороге домой к Андрею жена Ирина говорила только о муже. Проблема в том, что он не хочет оттуда уезжать, а мне там очень тесно. Вот прям, вообще тесно. Поэтому я говорю, давай как-то... Ты знаешь, где еще тесно? А он такой... А он... Че, что сзади сиденья? Че, что сзади сиденья? От твоего пиздежа тесно. А он сзади все это время лежал, да? Он прям, он такая... Тесно? Вот где тесно. И вот так вот ремень начинает держать. И стягивать. А он такая... И она почему-нибудь засыпает и такая... О, как же... Давай, tú! Давай, опять, тышь! Спасибо! Он такой типа, а можно я посмотрю? З socino! Ну, ты еще, одно же обратно. А давай, Петр? Как там, ш prat. А у него на самом деле машина, просто корпус от машины, а снизу три сегвея, блядь, и он такой, да, вот я купил тут, Фатя, какая у тебя странная педаль газа длинная, а три сегвея, а он так наклоняется на самом деле, почему ты наклоняешься всегда, и поворачивает тазом, знаешь, типа, тебе что-то болит, это, ты можешь сидеть ровно, очень такая опасная затея. Все равно, все равно категорически не хочет. Я думал, гола идет, да там сиська была, видимо. Да, проходи, располагайся, может, сынку поставить сюда. И мы, может, просто искорки и сушим. Приятно. Ксения Удальцова, 29 лет, по образованию инженер, работает по профессии, но хочет сменить сферу деятельности. Самые долгие отношения длились два года. Мужчины Ксении заставляли ее готовить, уверяли, что без этого она не выйдет за мной. Инженер гоу-гоу пилона. Разрабатывает крепкие и скользкие пилоны. Да, инженеров в том, как повиснуть на булках. Аэродинамика жопы. Диплом. Да, типа. Качать жопу так, чтобы на пилоне крутиться быстрее. Как так сделать, чтобы, да, сиськи стояли и смотреть наверх? Пилон, пилон это спорт. Спорт, конечно, никто не спорит. Девушки, если занимаетесь пилоном, это самый тяжелый спорт. Какой это спорт, блин? Он очень тяжелый. Ну, чувак, ну, это же, ну, это же, ну, это же, ну, это же, это не шлюшья, вообще-то, занятия. Немного шлюховатое. 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 Крайне шлюховатое, должен сказать, но это... Очень шлюховатое. Знаешь, какой еще спорт шлюховатый? Какой? Любой, если в нем есть жизнь. Особенно боб слей, как они разгоняют этот боб. Как фантазия все сделает за тебя. Ну, прыгай в мой, на боб. Знаешь, что еще? Вот это. Слей. Где они? Керлинг. Керлинг. Да, это все, это поступатель, любое поступательное движение. Любой спорт шлюховатый. Если там есть женщина. Ой, ладно. Так ли это важно для брака? Не потому что женщины шлюхи. А потому что спорт шлюхи. Нет, потому что мужчины пошлые. Да, вы их испортили сами. Вот мы бы сейчас не были такими, если бы мы всего этого не видели. Зачем вы крутитесь на шестах? Что? Какой смысл? Практическое назначение. Вы крутитесь на палке. И на железной палке. Вы крутитесь на моей палке. На же палке. Лучше идите готовить на кухню. Ведь Ксения в этом эксперименте. Я уже завтрак приготовила, так что сейчас поедим. С луком? И поедем гулять. А у нее знаешь, она такая, я лук запекла. А он все съел. Вот такой. Вот такой. Это съел, такой очень вкусно. Ой, как вкусно. Ты так готовишь. Я так люблю лук. Ах ты сухая. Ах ты сухая. Тогда я сосу ему хуй. Спальня. А можешь в ванну сначала давай сходим? Ну давай, если интересно, пожалуйста. Воняет мне? Прикольно. Как ты доедешь? Он сразу хуй мить пошел. Может сначала в ванну? Так, теперь мыть или с желтым? Теперь покажи кровать. Сразу выемл ее. Такой. Ну все, она мой. Теперь покажи мне, где тут поесть. Можно поел, так тебе где тут дверь, блядь. Я хочу выйти. Такси музыка. Саш. Ну ты плохо спал, конечно, но в принципе так. Че, это такое Стартрек какой-то. Это зеркало, зеркало, ну типа там лампочки и такой эффект создается. Классно выглядит, дорого стоит, наверное. Нет. В принципе нормально. А нашел здесь дом мой легко? Такси-то как бы, да. Ну просто тут неудобно стало. Сориентировался нормально. Да я вижу, он вообще легко ориентироваться. Он растерян, а, да. По-моему, он вообще не растерян. Он там как у себя дома ходит, будто она к нему от гостя пришла. Нет, он делает вид, что он, блядь, такой весь альфач. Он сейчас как заяц, ебаный, блядь, не знает, куда ему запрыгнуть уже. Он, Саня, не знает, что ему сделать. Думаю, по-моему, он наоборот берет ситуацию в свои руки. Ну сейчас посмотрим. Если бы он выбрал свою ситуацию в руки, он, блядь, взял нож со стола, блядь, и срезал с нее эту бретельку, блядь, в лоб бы себе воткнул. Вот это как я могу. Я уже два раза так делал. И вижу меня, раз и два. И сейчас будет третий. Для тебя написано. Прямо он очень длинный, блядь. Он очень глубоко, ваша. Ручку только натянул. Он чуть-чуть, знаешь, кожу, знаешь, до затылки натянулось. Так и все нормально. Тяни, она тянет. Блядь, а вы делаете? Не вытянуть. И он такой, видишь, нормально. И такая маленькая капелька, а он упал. И там трещина как вкрепила. Развода две части. Нет, он говорит, есть скотч, он просто залепляет прозрачным скотчем, эту дырку видно. Блядь, он прям между полушарий прошел, ничего не надеято. Да, подъездом непонятно, откуда-то ходить. По кругу дома прошел. Дурак. Какой дурак, блядь. Он такой, не знаю, куда тут идти. А она просто берет дверь. Открой дверь. Спали. Ты умеешь открывать дверь. А он в квартире потерялся. Да, да. Он говорит, не знаю, куда мне идти. Куда тут идти. Ты че, мразь. Открой дверь, блядь. Тебе показали, как открывается дверь на примере ванной. Смотри еще раз на эту хуйю. Чистая моя спальня, да? Хорошо. Ну, это вот квартира чисто в моем стиле. Мне так нравится. Мне так нравится. Да? Ну, я очень рада, что тебе понравилось. Добрый, мягкий человек. Смотри, да, это бутерброда. Софтман. Ее прям так обрезали, вырвали из контекста, будто не про него. Да. Они такие, а что вы можете сказать про... Ведущий в мире животных. Он очень мягкий человек. Добрый, мягкий человек. Или я спросил, я просто, знаешь, там помню. Дроздов, хороший человек, добрый, мягкий. Я такой, ну, добрый, мягкий человек. Отлично. Берите этот кусок, вставляете, будто оно про него говорит. А они такие, а она как умная? Нравится? Вот с мясом я тебе сделала. О, как... Он вот... Как ты любишь без лука? Без ничего. Просто булочка и кусочек. Ну, это вкусно. Но мало. С кофе, да. Для зуба. Может, так теперь есть всю жизнь. Да, вот мой с рыбой. Что, он не умеет бутерброды есть? Да, он такой... Ак. А как его, да? И крошит себе в рот. Ак. 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 Или он берет бутерброд, бросает на пол, начинает его, как собака, жрать. А может, и он наносит зубы? Ты не думала? Он, наоборот, типа, кладет его, знаешь, на табуретку. То есть удалили яички и пришили зубы к жопу. Да, да. Сейчас-то, сейчас-то, правда. Сейчас-то. Мы не знали об этом. Компенсировать просто, чтобы мужчинам, так сказать, неполноценности. Неселее жить. Неселее жить, да. Можно было там... Там бельмясо там. М? Ну, по-моему, чудесное сочетание сладкости. Чему все не нравится? А он могла мне дать просто батон, блядь. Ну, там у нее мясо и этот, кленовый... Не кленовый? Не клей, момент. Чтоб ты смазал. Это клюквенный сироп. Вкусно, да, но не всем понравится. Или просто, так сказать, отработка масляная. Чтоб ты смазался получше, был? Кладково, брусники, свинины. А-а. Тебе не нравятся? Неужели? Я хотела тебя удивить. 21 этаж. Ё-моё. Ужа. Они такие интересные. 21 этаж, 76-я квартира. А сейчас мы покажем вид из их окна. Интересно. Так просто дома типовые. И легко найти, кто закупал вот такие двери, блядь, в огромном количестве. Так где Анон? Этот чувак там живет. Сколько она вещей набрала. Так что не пугайтесь, кстати, в квартире. В этот раз, кстати, не было сцены выбора белья. Видимо, они эту тему не обсуждают. Она вообще без белья пошла. Может быть. Просто трусы. Да, ну. А хотя у его мамы магазик-то, блядь. Это может он набрал? А может он любит ходить в чулках всяких. У него пастин-свечки. Да, да, да. Да, да, да. Ха-ха-ха. Он снимает там. Какого ты. Да, все эти дырявые, рваные. Зато просто просторно. Участливый у тебя вид. Вот это да. Вот это красота. Там метров 200, наверное. Блин, здесь. Очень много. Я остаюсь. Это красиво. Но, видимо, очень далеко от центра. Что это? Какой-то. Да, ну и что? Это как-то водохранилище какое-то. Стадион. Где? А вот это? А вот все мы его задеанонили. Да, а что вы делаете? И что теперь делать? Идти к нему? Просто сейчас. Мы знаем, держите. А есть фотки, видел, как вы его? Сейчас посмотрим. Давай лучше. Кстати, ребят, давайте посмотрим. Может быть, этот парень, у него есть девушка. И мы сейчас кинем просто скриншоты из этой программы. И будем его шантажировать. Нас убьют, конечно. Но мы попытались. Квартиру не дала. Нашу. Очень красиво. Классно. Вот, туалет. И твоя комната. Вот, здесь. Слушай, ну мне нравится очень. Только тесно. Эх, придется нам на одной кровати. 200 квадратов, не знаю, куда мне лечь. Он такой, и что? И она достает нож, и матрас такая. Эх, жалко, не посплю на этом матрасе. И масло выливает. Вообще не смогу. Придется просто спать. Блин, но он, это в его мыслях. Это он прям думает, что вот так было. Классно. А он берет потом себе, руки режет. Цик, еб-то, ножом. Не могу подрочить. Поможешь. Да поможешь. У меня руки все изрезаны. О, лицо. Смотри. Смотри. Он у нее кровь, и она паниковать начинает. Он такой, не могу вырагивать. И у нее паника, она сознание теряет. Да, и он такой, типа, она ему, эй, эй, эй. И он такой, а, да. Ладно. Здорово. Тут, наверное, классно рассвет встречать. Да там все классно в такой квартире. Не знаю, встречи, допустим, можно и похудеть. Он хочет, смотри, новый рекорд, хочет ее днем. Прямо очень быстро, да. Первый, на второй день или на какой там? На второй день он пришел с шампанским. Не-не-не, вот в первом выпуске на какой день она переспала? На третий даже. Очень долго. На второй передаче. Первую ночь, а тут, смотри, они даже... Они днем, сразу после того, как только порог переступили, сразу рогатку разлили. А я сразу сказал, разлинет. Не каждое утро начинается с такой приятной встречи и с таким приятным человеком. Но, видимо, каждое утро у тебя начинается с бухла, раз ты так профессионально лопаешь прямо так. Большая редкость, мне кажется, вообще в первый раз, чтобы я утром попила шампанского. Ой, как нравится. По условиям эксперимента муж и жена каждый вечер выходят на связь друг с другом. Я приехал на такси, меня тут Ксюша встретила. Дома уже? Завтрак приготовила. Дома она тебя ждала уже? Далеко они друг от друга находятся, судя по задержке, картинке и звуке. Она мне завтрак сделает, и бутерброды какие-то там, они ужасные, просто их есть и уносим. Она варенье, мясо, короче, там, булка. Ты сейчас серьезно говоришь? Да, вообще. Да, какой он душный, блядь. Какая тупая вообще, блин, и... А показывайте, может... Ну она страшная, не хочу показывать. Все, пока. И она такая поднимается. Хватит пиздец. Так он ее выебать хочет, видно, сразу. Просто он стесняется. Стеснительный. Да, моя любимая. Ну а тебе как впечатление тоже скажи? Поболтать можно. Хорошо. Слушай, тебе типа повезло, да, типа? Ну, в какой-то степени да. Че, офигела, что ли? А что ты? Это Линард, нацист из фильма, блядь. Хочу в тюрьму. Ревнуешь, что ли? Я нет. Ну ладно, в общем, вы гулять. Мы тоже пойдем гулять. Какой же он сдержанный на эмоции. Вот прям ничего у него, ничего не прочитаешь по его лицу. А обычно такие люди уже к 50 годам начинают свинкачать, свинг-пати устраивать, всякие. Вот любят, чтобы там засунуть что-нибудь себе. Потому что уже неинтересно жить, блядь, понимаешь? Вот он такой безэмоциональный. Без пробки вообще улыбку не выдвиваешь из него. Никак. Только с пробки. А он сразу улыбается, знаешь, открывает дверь, большую там, что-то огромное дело, да? И он такой. В общем, увидимся, спишемся, возможно. А возможно и нет. Ты вообще там вообще обнаглелый смотришь, а? Если почувствовал свободу, да, и хамит ему. Почему вы с женой решили принять участие в проекте? Ну, у нас кризис. Ругаемся сейчас, что доходит до развода постоянно, поэтому... Ты думаешь, что сможешь решить проблемы? Ну, я надеюсь, я надеюсь. Или жена сможет примириться, да, с чем-то? Я надеюсь, да, что она как бы посмотрит. Никого нет в салоне. Быть сравним. Или они зашили свой собственный автобус. Либо они зашли, сказали, все садитесь на ту сторону, лишние выходят, у кого нет места. Все пошли отсюда, мы их снимаем, все тихо сидите. А ты не боишься, если она сравнит мне в твою пользу? Ну, я вот даже об этом не думал. Она мне условия уже ставит такие, что если мы не переедем там в Новгород, соответственно, я с тобой разведусь. То есть уже 100% у него вот это постоянно у него с этих уст... Ну, потому что здесь нет для меня ничего. У тебя были отношения в Новгороде? В Новгороде, вон есть. А он разве тоже в Москве? Да, он тоже с тенки в Москву поехал. Поэтому они... Слушай, может так в Москве и останутся, в принципе. Ну, она просит у него не то, что в Питер или Москву поехать. Хотя бы в Новгород, чувак. Она такая, давай с окраины просто в центр. Не, 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 я не к концу берусь, блядь. Мне нравится, блядь. Сошли с характерем, как ты обычно говоришь. Ну, да, не те люди просто. Мне надо время, чтобы понять. Так симпатично, нормально, девочка. Я думаю, что мы будем активно общаться. Я, может быть, помогу ему открыть немножко другие грани отношений. Парк на месте пустыря. А она его трахнулась. Ну, то, что осталось от его члена, да, после кастрации. В этих там мер, обязательно, но намного не надо рассчитывать. Приделый этот парк о том, что действительно... Это случка. Это как с собаками. Да, да, собак позвали и то, и то. Как-то, знаешь, там создают какие-то более романтические ситуации. Они такие, а давайте возьмем людей и трахнем их друг об друга. Просто так. И посмотрим, что будет. Как с куколками. Это какой-то, какой-то робоцик. Возьмем пару и дадим им красивых молодых других людей. И им нужно будет жить в одной квартире несколько дней. Че будет? Че будет? Да они такие, чувак, че будет? Да они друг другу и будут. Классно, давайте снимать. И все такие, да, вот и ждать. Камеры, все, это самое, шоу будет. Пользуются популярностью среди. А потом, прикинь, одна залетит такая. Она решила остаться с мужем, но и залетела. Вот первая, например. Я думаю, что это мы, а что это мы? Ой, как клякся, желтый. И сразу начинается, то есть, знаешь, там, типа, подпишите договор, задним числом, чтобы ничего не знали. Желтый говорит, что у нас в чем проблема? Я думаю, эй! Они все такие уходят, собирают вещи. Он такой, что это мы? В чем дело, я думаю, эй, оставайтесь. А где он жил там, блядь, в какой-то комарке? Под Москвой где-то. Да, да. На Викторичке ехать недалеко. Да, я думаю, что он может теперь там засветиться снова. Людей, любящих заниматься сексом. При любных, что ли, местах. Ты, блядь, что-то, что-то, что-то? Киспарк о том, что действительно это место пользуется. А, он пропасть. Он хочет ее туда увезти. Людей, любящих заниматься сексом. Ну, помнишь, новости были? Сексом. При любных, что ли, местах. Короче, он хочет трахнуть ее в парке на людях. Я так люблю. Прикольно. Они такие, а давайте не просто им пару находить, а изврату. Да, чтобы он прямо это, я говорю, люблю вот насильникам. От тебя соски отрезать. Есть люди на учете, которые стоят, вот таких давайте им. Сумасшедшим, дурака достали? Вы их помойте, причешите. Они такие с врачом договорились, забашляли ему денег. Они такие, максимум на три дня вернем. Он такой, он точно будет в клетке сидеть? Он же сумасшедший. Он такой, точно. Да. Он такой, самое главное, не подпускать его к женщинам вообще. А потом он сбегает. Да какой, они ему открывают дверь, ты понял? Ты будешь участвовать в реальде шоу. А он, знаешь, как гнибал, вот в этой хуйне такой. Давай, все понимаю. Откруйте дверь. Я сделаю все, что вы хотите. И вот он сидит здесь, а таким. Как он делал? Похоже показал. Ну что, есть ощущения? Он такой, что тебе сказал? Что тебе сказал? Желтый, когда ты шла мимо. Он такой, он сказал, что я чувствую твою пизденку. Он такой, я на ногу не говорю, бля. Пиздеть. Нет. Ну, прикасался он сзади за куртку. Поэтому я даже не считаю это за прикосновения какие-то. Надо вночи сюда вернуться, угромать, да? Ну, бля, если может появиться, да, какие-то ощущения. Что ты сказал? Для больших ощущений надо ударить по яйцам. Ты вырываешь из контекста. Но именно это он и сказал. Да, да, он сказал. Он такой, для пущего. Вот дай мне по яйцам с умкой. Въеби мне, бля. Они же у меня есть в отличие от твоего мужа. СМЕХ СМЕХ И он такой, ух, как хорошо. Класс. Ой, что делает? Во время прогулки Андрей понял главную проблему жены Ирины, которая не позволяет ей быть счастливой в семье. Ирина такая девушка, авантюристка, любительница, так сказать, чего-то живого, нового. А вот в отношениях с мужем она это позволить не может. Позвольте вас угостить со своей пластмассовой ложечкой. Чё он сказал? Солочкой. А-а-а. С этой пластмассовой делдака. Простите, можно? А, такая. А, с моей мясной к этой колотушке не хотите поедать? Блин, я воду отставил от тебя. Ты хочешь дать тебе и по болтушке? Смотри, а хуже животного. Я знаю себя, я полез за водой, чтобы попить. А что так далеко? Хочу пить, а чтобы не пить. А-а. Потому что я достаточно воды пью. Ладно, ладно. Мне просто нравится воду пить. Не знаю. Она вкусная, освежает. Я слишком много пью, я слишком много. Сходи к врачу. Слишком много сухи. Не, я прекрасно себя чувствую. Сахар это как-то с сахаром может быть связано? Диабет вообще. У меня у мамы диабет. Сейчас ты у меня свои эпохондрии заразишь. А что, а диабетики я немного воды пью? Очень много. Чувак. А ты пытайся. А ты пытайся. Но она бухает. Мужчина, чем она сдержит? Да она бухая, блядь. Он может себя сдержать. Она свинцом. А женщина нет. Когда женщина не может. Чего женщина не может себя сдержать? А ты пытайся. А ты пытайся. Мужчина, чем она отличается от женщины? Он может себя сдержать. может. А женщина себя не может сдержать. А когда женщина ему очень нравится. Тоже может себя сдержать, мне кажется. Покормите уж ли меня с ложечки. Ну он молодец. Он прямо постоянно кушает. А вы не наглец? Андрей, я бы так сказала. А потом они сосаться начнут. Мне было бы очень приятно. Ну он видно, наглец, вот такие вот все... Это знаешь кто? Хитрый лис, который постоянно ходит в всякие клубы. Там постоянно трется с телками, потом приводит их, ебет. Идет сдавать анализ и в него постоянно, блядь, какая-то хуйня болеет. А он с презервативом, наверное, не-не-не, это что-то, деньги какие-то. Выглядит здоровым. Он не выглядит как чувак, который пьет кучу воды. Он, мне кажется, пьет кучу бутератора какого-то, потому что он какой-то слишком сухой, что ли. Непонятно. Вот что-то у него есть. Он, скорее всего, употреблял когда-то наркотики. Вот это заявление. Ты сейчас серьезно, что мне говоришь это? Почему бы нет? Прям, знаешь, так как ты очень наглый, в нос, очень наглый. Настолько же это ложечка. Чем богаче люди, тем они более наглые. Вот он, скорее всего, очень богатый и очень наглый. Она ему, знаешь, эти три дня для него, ну, что, передача сняться? Ну ладно, похуй вообще. Он даже еще, знаешь, там не сразу его выебал. А знаете, я ее изнасилую. Я просто ее изнасилую. У меня столько денег, я отпишусь в суде, мне вообще... Я даже ходить в суд не буду заменять суде. Я куплю все ваши флешки, наверное, что ли? Я просто ее изнасилую. И ей заплачу, чтобы она молчала. Нет, чтобы она рассказала мужу, я заплачу. Я все такие смотрю, просто, знаешь, тихо так. Они такие, мы договорились? Я надеюсь, мы договорились с вами. Они такие, все, ну да. Снимайте! И он ее прямо... Они такие, помогите! Я не могу ни о чем больше думать, только диапазон. Да успокойся ты, иди купи тест. Он экспресс-тест, щелкаешь себе по этому. Сила наказуема. Сейчас, смотри, что тебе вот так вот. Ты готов? Да, конечно, твои ложечки всегда готовы. Я думаю, они в эту же ночь и переспали. Да точно, все, вот сейчас вот еще две ложечки. Сейчас он за свою ложечку наелся. И он сейчас такой, блин, теперь давай ты. Он такой, ну, нет, давай, давай. Все равно согласится. Я вот таких женщин знаю. Это, конечно, он говорит. Я, говорит, знаю, как мне найти подход. Раз ты не наелся, я тебе думаю, что будет. Не столь большое, потому что, мне кажется, цепь. Ну, она чуть поменьше, но столь же она большая. Спасибо. Прекратно. С каждой ложкой. А прикинь, у чувака непереносимость лактозы, он пердеть всю ночь будет. И она лежит такая, что же он не приходит-то, господи. А он на толчке, а он забыл. Вообще не могу с гнезда слезть. Я хочу все больше и больше. Он знает мою любовь к шоколаду. Он мог накупить, наверное, вот такой пакет с шоколадом. И травмы в меня снилось. За шоколад. И я бы дала сразу. Был бы пакет с шоколадом, я бы сразу отдалась. Слушай, она, мне кажется, стабильно дает мужик. Твикс? Вы что, у него есть твикс? Пойду ему подрачусь, потом только спрошу. Она каждый год отдается любому мужику в костюме Деда Мороза. Потому что он постоянно, знаешь, что потом по распродаже она приходит, она даже, в окей, ассессует всем. Потому что просто дешево строят. А знаешь, Дед Морозы, наверное, дерутся за то, чтобы подойти к их дому. Они такие, в этот год, в этом году я вообще-то иду. Ну я нет, я вот только появился. Я тоже Дед Мороз, я тоже хочу. Они стоят просто огромная вереница, очередь такая в домофон. Она такая, Дед Мороз. Она опять, Дед Мороз. И там 30-й Дед Мороз стоит, блин, я думаю, до меня она уже не до этого, не доживет она. А там сзади стоит, еще через 10 человек, найдет, дойдет. Она еще в прошлом году дошла, вообще там, блядь, за угол еще заворачивала, в этом меньше даже. И все-таки стоит, бляха, муха. Скоро, аккуратный. Дать меня, когда я приеду. В принципе, вот так он делал. Ну что, вот Саша, всего хватило? Тебе вторая подушка не нужна? Ну, я не цеплю. Не, не надо, две подушки. Что-то вино пьешь, смотрю. Это тебе, я уже выпила свою порцию. Спасибо. Слушай, это мужчина или женщина все-таки? Это женщина, но она какая-то слишком ребристая. Ребристая, да. Прямо, об нее можно сыр натирать. Можно играть как на ксилофоне на ее ребрах. Знаешь, типа вот палочки. Ну да, она прям очень сухая. Вот вроде лицо симпатичное, но вот ребра. Чуть-чуть бы поднабрать вес, вот как я вот сейчас вешу столько вот. Ну тогда она не сможет. Лифты бороются, блядь. Я, кстати, езжу один в лифте сейчас. Он, кстати, раз, как-то раз, чуть это начало, знаешь. Я сел в лифт, нажал этаж, и он вот так вот начал. Ну она вообще такая, подушка не нужна. Может, ты выбьешь мне как грязную бляжу. Ой, вино смотри, я принесла. Это она между слов сказала, я прочитал. Да, и она такая, понятно, понятно. А по куракам. Все читается вообще по ней все равно. Вы игру такую с родителями на пляже постоянно? Папа мой снимал штанишки. С меня снимал штанишки, и мы играли вот так. В животных, животных же не ходят в штанишках. Играли в зоопарк, потом мы играли в насос. Накачивали мяч. Мама с папой писали какое-то слово мне на спине пальцами. Я должна была угадать, что-то. Она его провоцирует. Как дебила. А он такой, какую игру? Что-то я не знаю буквы. Понимаешь, она ему говорит, этот человек только что я себе всунул нож между, блядь, между двух полушарий. Что вы хотите от него? Он такой, я не помню, как меня зовут. А она его больше хочет, чем он. Так он говорит, типа, я не помню, как меня зовут. Я знаю, где я нахожусь. Это за слово. Как пить, я забыл. Единственное, что я помню, что я ненавижу, сука, лук. Лук терпеть не могу. Можно, в принципе, сейчас поиграть? Ты как раз вина допил? Ну давай, попробуем отгадать. Давай, вернемся в детский. А прикинь, он приносит на Новый год, типа, он тебе подарок, а он тебе одевает, такой, там, футболка Чаполина. Он такой, а их операторы снимают сейчас? Сейчас? Конечно. Смотри. Сальгируем. Или нет? Что мне вся для ядер? Да. Давай, ты делай. Картошка. Нет. Первая буква К, потом что-то А. Ну давай еще раз. Давай. Кандидос. Ты знаешь, что такое? Н. Ну, К-А-Н. Кан. Канистры. Каникулы. Каникулы-то. Ну ты так пиешь. Он бесится начинает. Канализация. Ты что, спину маленькую, блядь? Я не могу расширикаться. Бесишь меня, нахуй. Пошла отсюда, блядь. Кандидос. Я тебе так и напишу на бумаге, смотри. Блин, ручка есть. Он, я не помню, как пишется буква. Он прям так серьезно, серьезно так отопнул. Он относится к этой. Он прям, да. Он прям вот, его цель ходит. Это игра. Это просто игра. Она с тобой заиграла. Она тебя попросила, да, поиграть с тобой в игру. Он такой. Она плачет, знаешь, курит на балконе. Оператор такой, чувак, ты все неправильно делаешь. Напиши попроще слово какое-нибудь. И он еще раз делает, ничего не выходит. И оператор такой, чувак, сходи до магазина. Да, сходи, развеси, иди покури. Ты куришь? И он выходит, потом такой, ай, ты забыл. И он там закрыто уже. Не открывают. Не открывают. А они там уже через час открыли. Да, он с камерой приселится. Он плащет? Это правильно, он все этих тонусит. Он весится. Болизм. М. О. Р. Море. Давай. Он, мне кажется, боялся, чтобы он не прикоснулся. Он сказал Кан. Кан море, что это такое? Что это за слово такое? Только он его и знает. Какие-то буквы в воздухе выводил. Я весь мокрый. Завел так. Ну что, сейчас первого раза? Ну видишь, просто кто играл? Просто у меня ноготь быстрый. Нет, просто кто играл? Охуеть, чувак ты. Все, мы победили. Я спать. Да, все. Даже зрачить не буду. Так мне понравилась эта игра. Давай сейчас играем. И он, знаешь, начинает беситься, когда такие операторы такие. Все, все, мы уходим. Закончилось. Он такой. Мы будем дальше играть. Я хочу поиграть в эту игру. Операторы, не спать тебе. И он тёлку, и он. Сейчас. Вы хотите, чтобы игра кончилась? Игра кончится, если мы не продолжим играть. Эмоционально вымоталась, потому что она даёт больше в отношениях, чем он. Такая, знаете ли, сама захотела, сама сделала, сама порадовалась. Спасибо и на этом. Вот как бы так в основном. Нет, конечно, какие-то ответные реакции. Ну, ответные... Фрикции, скорее всего. Кажется, он живёт в этом доме, блядь. Я. Я же с утра пораньше. Ну, это к ним вообще. Так, непонятно, был ли секс? Слушай, да, кстати, они что-то... Она как-то уже начинает вести себя попроще с ним. Он вообще стоит голый. Как это вообще возможно? Был ли секс? Намёков не было. Обычно они дают такие намёки. Что-то, честно говоря, по-моему, не было. Просто они чуть раскрепостились после одной ночи. Может, тоже воспользовался? Ничего, ничего. Можно ещё. Тальцо не сняла, значит, не было. Может, уже одела. Твой зашел. Шлюха. Андрей решил поухаживать. Сделал мне бутерброд. Походу, я соль забыл купить. А что забыл? Соль. Ну, капец. А яичница без соли? Это не яичница. Да? А что это? Приготовь, попробуем. Повар, конечно, я не первоклассный. Но надеюсь, что вам понравится моё стряпление. По-моему, лука. По-больше лука. По-больше лука. Да. Всё же она прилипает. Да, она прилипает. Как он вообще жил, да? Я не знаю. Как он его машина не сбила? Как он не сгорел, нахуй где-то? Как он себе пальцы не отрубил? Я не знаю. Этот человек, он реально, вот, как будто человек дождя какой-то. А он реально всю жизнь... Человек дождя только зубочистки хорошо считал, а этот женщин хорошо заламил. Хорошо, да? А он же зубочистки считал? Точно, взглядывай. Он просто считал хорошо. Моментально с это сложение, подсчёт и прочее. Он умеет считать до трёх. Он говорит, я куплю парк из трёх гироскутеров. Точно, у него же парк гироскутеров. Ну да. Я забыл, чем он занимается. Слушай, прибыльные деньги. Три гироскутера, которые стоят по тысяче рублей. Скажу, ладно, хорошо. По тысяче долларов, если это сегвей, там, по 70 тысяч. И что? Такая квартира? У него сегвей, да. Пиздец. Такая квартира, что сегвей её объехать надо, ты видела? Я думала, мы обойдём тебя бутербродом, ладно? Ты не обидишься, если я не попробую? Мне кажется, Андрей заботливый. Ну тупой. Всё уже. Началось. Села бутерброд, да, и выпила кота. Конечно, извини, но... Такое блюдо нельзя не попробовать. Сейчас оно немножечко там покоптится. Вот. Похоже на сердечко? Похоже, нормально выглядит. Конечно, на сердечко. Это творческое... Такой подход. Сейчас мы ещё суп жарить будем 20 раз. Блин, слушай, но если он не выбьет её сейчас, ну вот этим днём всё, пиши пропал. Ну да, будет странно. Он выбить должен, всё. Она уже сейчас говорит, он милый. А когда тебе говорят милый, значит... Это тебе даёт как бы карточку на изнасилование. Да, разрешение на изнасилование. Да, да, да. Если вам кто-то сказал, вы милый. Всё, вы как бы можете распускать руки, начинает. Папка тебе очередь такая. Какой ты милый. Ну ладно. А она сказала, это не я, это она. Начинает же такая. Я не люблю стоять нижний цедан. Хозяин барин, всё же. Я тогда с вашего разрешения. Да, пожалуйста. Я возьму где поменьше петрушки. Это вот здесь. Зря. Петрушки самые смысл. Петрушки, блядь, лук, петрушка. У них большие проблемы с овощами. Вообще огромные. Я не знаю, что с этим надо делать. Помидоры купить, огурцы. А ты скажешь, помидоры, это огурцы вообще суши, блядь. С ними невозможно жить. Либо ешьте вообще их нахуй, либо не ешьте. А потом желтые все ходят. Да? Да, блядь. Воды мало пьют, наверное. Воды не пьют вообще. Изумительно. Я стою раньше, делаю все завтраки и уезжаю. А потом она уже просыпается, сама завтракает. Ну, выходные, да, бывает, что у нас. И тут он настолько занятой этими магазинами. Они сами продают, видимо. Ну да. У них там, видишь, пока он всё это привезёт, пока он всё раз сам, пока он щелки свои оденет. Он аж делает дохуя. Пока придушит себя немного. Пока придушит себя, пока едет в машину. Всё это сделает, да. Потом отмыться. Пока трусы с дырой хаслер, да. Типа наденет, снимет. Там делает это хуя, а он чистоплотный очень. Пока парик прилепишь. Тяжело, тяжело. Не любит, когда остаётся у него во рту привкус какой-то непонятный. Это что, мы вместе встаем. Понятный, но не может. Я 2-3 часа только мою рот. Вы понимаете, вы понимаете, сколько у меня времени уходит? Сколько у меня... Он поэтому такой безэмоциональный, он всегда уставший. Он всегда устал. Это вот хронически уставший чувак из фильма. Без яиц. А, кстати, да. Если я снят, у тебя тестостерон, всё. Типа ты постоянно ходишь такой. Устал, устал. Где мой паричок, где мои колготки? Вот желтоморды у него. Вот у него яйца, как яблоко, наверное, круто. Да больше там. Вообще, наверное, как эти... Ну, только и болезненно большие. Очень болят, да. Он аккуратно очень сажает. Они и выглядят болезненно, наверное. Такие синёшные, с венами вздувшимися. Но он не приемлется. Свич ещё, если надавить, то него что-то такое гноя потечет. Он такой... И батьём давит. И такой... А он такой просто по приколу, знаешь, в баре с мужиками сидит. Он говорит, что покажу? Смотри. А он ему говорит, давай, дави меня. Давай. Он такой, боюсь. Не надо. Он такой, не бойся, не бойся. Дай. Дай, дай, дай. О, бля. Гной полез. Такой сначала твёрдый. Да, потом уже. Самой мягче. И такие все посмеялись, такие кружками. Звук. Зыкнули, знаешь, такие классно. Классно сидим. Вот там его гночлено желтоморного. Он такой, круто. А это все одноклассники, короче. Встреча одноклассников. Ну, как-то мне кажется, что больше я готовлю. Да, мы продумаем. Да, да, точно. Давай я сейчас приведу себя в порядок. Ой, какие у меня там шарики вставили. Неестественная вся, понимаешь? Вот при таком сухом телосложении не может быть таких больших сисек. Они, ну, они небольшие. Почему? Она перед ним... Смотри, они большие, блядь. Ты видел маленькие сиськи? Вот. Она перед ним голая ходит. А ему вообще плевать. Он такой, непрошибаемый. Либо он, либо непрошибаемый, либо он, ну, дурачок, не понимает. Хотя, я думаю, это взрослый мужик. В смысле ты не понимаешь, когда перед тобой женщина? Может, камер стесняется? Может быть. Камер стесняется. То есть он это, падает, падает, все равно, ребята. А они его обманули, сказали, да мы просто так снимаем. Там тарт памяти нет. Он такой, да, ну если так, о-о-о. По привычке ходим. Дай и кофе. Угу, давай, хорошо. Саш, выкини, пожалуйста. Желтый, да ты уже, мы это прекрасно выглядим. Мы же не приводить, садись сюда. А он, наверное, за этот ходит. Он говорит, ключи от квартиры от всех есть. Можно зайти в любой момент. Он прям, вот, ему не имеет неправо искать. Он прям камео. Слушай, он, наверное, друган Пети. Он кореш, а не да. У него ключи, у Пети камеры. Они совместно работают. Они в свое время заканчивали академию. У них свой сайт, наверное. Академия на финансы и кредит куколдов. И теперь уж да. Не отравишься. Ну ладно, хорошо. Что сделать, ты говоришь? Выкинь, пожалуйста, мусор. Можешь порезать сельдерей. Немного, я думаю. Да нет. Да ты, сука, все мое. Порежь сельдерей раз. И выкинь мусор два. Немного, в бизнесе. Я считаю только до трех. Где две, там и три. Где три, там и шесть. Где шесть, там и шестнадцать. Да, на голову сели мужа. Созванивался. Созванивался. Как мне дела? Чем занимается? Как думаешь, чего сегодня? Как она проведет деньги? Нет, она мне про это вообще никогда не скажет. Тайна? Ну ты интересная. Я думаю, что этого нет. Она его подначает изменить. Какая хитрая. Хитрая очень. Она спрашивает его, как она провела. И надо провести лучше них. Она там ебется, наверное. Если ебется, значит мы появимся взад. Если они ебутся взад, значит мы пригласим Желтоморду по именисту. Втроем. Если они Желтоморду позвали. И приведем Петра, значит, чтобы он глядел на это все. И снимал. И снимал. И двух техтелок позовем. У нас будет полная кубышка, ебарей. Я надеюсь, что да. Он левша. Как, сырники? Ну так-то вроде ничего. Ну души тут нету. Значит, я не буду тебе этого больше. Опять себе. Прям пол. Давай, я тебе помогу. Что, офигелась? Мне обидно, потому что я старалась, готовила. Ничего себе. Да, нормально, но без души. Ну правильно, кто же охренел? Тебе пригласил? Ну да. Он вообще не умеет с людьми общаться. Он вообще никуда не понимает. Привык, что ему мама в жопу дует. Сыночка, да, сыночка, все, наверное. Нормально, нормально, нормально. Он тебя кормит. Да, и сырники, блядь, скотина. Сырники, мало ему шрамов на голове. Может быть, его заставить вот эти вот камнем стереть татуировки тогда? Ты не настоящий. Татуировки носят только настоящие мужчины, блядь. А те люди, которые... Ну там они есть. И если ты не мужчина, и ты не можешь съесть лучок, ебтаю. Если ты не можешь сказать женщине. Сиди речек. Ммм, как вкусно. Да, просто попробуй что-то новое. Действительно, может быть, открыть для себя новый вкус. Он, да, да, что ты там нарисовал так. Что, он ест рис, наверное, и воду. Рис, воду. Ну тогда все пойдет, на желтые все. Попался постоянно. Поэтому сырники, на самом деле, у тебя хорошие. А на сырники сделал вообще без сахара не добавил. Ну как вот сахар не добавить в сырники? Она поэтому такая худая. Что она, да, худеет. Сахар не жрет, а у него он второй подбородок начинает расти. Скажи, у тебя вот так будет, придется бороду широкую отпускать. Вот, вот, вот она. Как у меня, вот такая. А я только сбрил, кстати, это была моя ошибка. Это же вообще как? Она вообще, слушай, там килокалорий вообще нет. Типа, какой сельдерей? Это трава. И сырники без сахара. Черт возьми, ну этот мужик не знает, чем хочет. Ну слушай, трех сырников мне бы было мало. И с другой стороны, мы не евнухи, понимаешь, чтобы вот этим заниматься. Вот все, евнухам достаточно вообще просто взвидая сырников. Они такие, ой, они в пусы. Ад. Где ж мои яички? Их нет. Я тебе помогаю упирать, а ты потом посуду поможешь, ладно? Угу. Так самое интересное, что она готовит то, что я не ем, как говорится, ни души, ни яйца, ни сахара. То есть он жрет майонезно-маслянисто-жареное мясо. Так это вам мужчина-гетельман надо ехать. Да. Вот там вот вы бы нормально себя чувствовали, а сейчас изведите. Муж Александра – заядлый рыбак. Чтобы расслабить парня и доставить ему радость, Ксения пригласила его на рыбалку. Да, ты он пипец напряженный. Я надеюсь, что мы поймаем, если... А самку держит всегда. Я никогда не ловила, если трава. Мне когда это клюнет, да, я буду вытаскивать. Я тебя вот сюда вот ее подведу. Да-да-да, я ее вытащу. Может быть, он сейчас посмотрит на поплавок, поймает в гармонии, успокоится. Ну как, тебе тут нравится? Да. Мне тоже очень. Еще поймать бы что-нибудь. Я сам больше... Что за рыбалка-то такая вообще? Ты видишь, это какая-то царская рыбалка, блядь. Хорошая рыбалка. Я на такую съездил. Я на рыбалку ходил, я, блядь, по поясу заходил, каких-то карасей вытаскивал. Там никого не было, это было в 5 утра. А он прям, знаешь, хлебушек это самое, там, сейчас поймать еще. Ты что? Классная рыбалка, надо... Да, где такая есть? В Москве точно есть. Пиздец, вот московские люди, они совсем уже с ума сошли, это же на рыбалка. Есть такая штука, как глэмпинг. Это как кемпинг, только со всеми удобствами, с интернетом, с кроватями, со всем. Ну, блядь, кому он нужен-то сейчас наш рюкзак? Я бы съездил. Да в смысле? Дома! Чуку поймал где-то около 15 килограмм. Это на озере. Какая же? Водолаз ему подсовывает, естественно, из-за эти бабки, блядь, блядь. Классная история. А у рыбалков все такие истории, да? Они даже бабки. Они, да, они... Щуку поймал 15 килограмм на озере. Пиздеж, очевидная, блядь, это вообще браконьерство. Да-да-да-да-да. Еще щуку поймал 14500, конечно, но это в речке уже. Да, вот такая. Да, не знаю, я могу такую показать. Я уже, честно, не помню точно размеров. Я в детстве ловила маленьких вот таких вот щучек. Как раз тоненьких. Вот у меня выросло, и теперь я только больших ловлю. Да, я от маленьких не понимаю. Прямо чтобы, знаешь, вот как хобот. Услана. Услана, да. Чтобы он прям был такой мягкий, чтобы можно было сжать вот так вот. Выдавить. Выдавить все. Орехи эти. Чего-то они орехи любят. Угу. У тебя рыбак, да, кто-то? Папа. Ну, рыбалкой увлекается. Папа. Ну, я с ним в детстве ходила. И ловила на свою маленькую удочку. Маленьких... Он такой, я на свою маленькую удочку тоже поймал пару щек. Хе-хе-хе. Наверное, да? А-а-а. Они такие все смотрят, типа, чего это? Хе-хе-хе. Он сказал, что у него маленькая удочка. Ты сказал, что у тебя маленький? Он такой... Он такой, у меня складной спиннинг. А-а-а. Не раскладывается. Он тископический, ведь. Он, видимо, раскладывается. Только мой, нет. Ты сказал, что он маленький. Он такой спиннинг. Все папы хотят на рыбалку ходить. Мой, допустим, не особо любит там рыбалку. Да? Он, наверное, охотник, да? Нет, не охотник. У меня дед был охотник. В пивохах. Да, а он, это, закатился под ствол, блядь, и умер там. А вот такой он был охотник, я-то. За проблемами охотился. Да-да. Он так ходил, охотился за соткой, блядь. И потом шел и обменивал на медвежью дозу, блядь, водки. У этого нет возможности на охоту там ходить, на рыбалку. Нету столько свободного времени и... Нет, времени нет. Какие душные разговоры. Хочешь, чтобы ты этим занимался. Я тоже хочу отдыхать. И это чисто из-за гостичной точки зрения я их не отпускаю. Есть. Не надо, не надо, не помогай мне. Что-то она не тянется-то. Ты думай, она большая. Там шлюха на морду вот и стоят. Не-не, шлюха, желтоморбник. Пустой, уберите. Пусть стонет, блядь. Оттолкните. Кирпич выпал, сука. Я-то он, наверное, потяжно все сделал. Да, вот так как нахуй достали. Баба, ты из первой передачи всплываешь. Ну и вы достали. Ну а че вы? Вы делать мне хуй? Вы сейчас разворачиваете, мой марафин. Они такие, пошли нахуй. Там одна, бу, бу, вторая, третья, четыре. О, тихо, 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 тихо. Поднимай, поднимай. О, какая тяжелая. Прикольно, да? Радужная форелька. Вот так издалека посмотришь, папа с сыном рыбачит. Да, слушай, это пар край такой. На ужин царская рыба. Радости его не было предела. Мне кажется, в момент рыбалки он как-то стал даже более гармоничнее, более спокойнее, выдержаннее. Романтичный вечер продолжается и у пары жены Ирины и Андрея. Они отправились осматривать шлюзы, которые заметили из окна квартиры Андрея. Да, и она сама шлюза тоже получается. Осмотрим тебя. А что там смотреть? Они просто пошли в темную местность, куда операторы не пролезут. Да, 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 что не пройти. И ты заметил, вот этот чел, который муж ее, Линорд, который, я просто не могу его, да? Он повел прямо в такое место, где купить можно было шампанское, салатик какой-то. То есть, как бы денег заплатил. А этот, хоть и имеет огромную квартиру, все равно старается без денег обойтись. Он, видишь, гуляем, шлюзы пойдем посмотрим, чем ты занимаешься. Вот он, у него было наверняка много женщин, и он хочет ее обольстить так же, как и многие из тех предыдущих. Значит, перед нами мы можем наблюдать большие методики. А он, может, всех по одному пути водит, всегда работает. Шлюзы. Через них проплывают корабли. Есть схема рабочая. Знаешь, типа, а что петлять-то мы придумываем. Он, может, и наглядно хочет показать. Смотри, шлюзы раздвигаются в разные стороны. Проплывает большой корабль. Да, все мокрое такое, брызги летят. Слышь, люди крещат всякие от радости. А может, она думает, что, типа, вот, человек прямо настроен на романтическую, а он, в итоге, просто реально, шлюзы, шлюзы открыл. Смотри, какая вода. Шлюзы, значит, как шлюзы. Как тот чувак, вы понимаете, у которого было только куча фотографий танков? Да. Это то же самое. Душный чувак, который просто любит шлюзы. Чего? У него фотки, наверное. Навиганство. То есть она нас служит, как дамба? Нет, она не служит, как дамба. Она не может служить, как дамба, потому что она постоянно открывается. Ну, лично по мне, я знаю, что она провозит песок. Вау! Возит песок здесь! Пока что она, как дамба, не дает ему проскочить. Ох уж это, что? Сейчас я прощу, что ты не переживаешь. Ты можешь делать кораблики? Кораблики? Да. Издемали ты можешь? Да. Тогда предлагаю присесть сюда. Изденье будет делать? Да. Делать кораблики. Изденье? Сто с обеих сторон. Загибаем так, таким образом, что у нас не остается внизу вообще ничего. Я очень редко чем-то таким занимался. Ну, что такое, человек только берет. Не то, что беру. Просто, если ты делаешь, я же тебе всегда в ответ делал. Правильно? Про что это он говорит? Он как будто, знаешь, он как будто... Намекает? Нет, он как будто любит ее, но не знает, как эмоции показывать. Просто мне вот так жалко сейчас стало. Ну да, он, наверное, просто... Опять же, не уверен в себе, что ли? Просто не умеет эмоции изображать. Есть такие люди. Вот просто он такой вот каменный. А может и нет, может я все это придумал. Может он говно человек. Да, может он подставить, может тебя так, блядь, что потом можешь орать, блядь. Кредиты платить. Кредиты платить будешь ждать. Оку свою не хочет даже ни в хуй не ставить. Лук не ест. Лук не ест. Охуяши, короче. Хотя родители у него вроде нормальные. Какой человек у Лука боится вообще? А может он вампир? Вампир! Ты тоже подумал? Вампир! Вот все понятно, блядь! Он не человек, он вампир. И он не может никак зачать детей, потому что ему нужна вампиресса, блядь. И поэтому у него такие страны. Ее нужно ту сухую, потому что она тоже вампир. Он в зеркало не смотрит, потому что он поэтому так странный. И у него зеркал нету, да? А он отражался в том зеркале, которое мы видели с этими? По-моему, нет. Не помню. Я помню, что постоянно ему романтики делал. Не просто там два бокала поставил. А он просто мог поставить два бокала, он считал, что это романтик. И купить шоколадки мне мои любимые. Вот. Ну это внимание. А розу что, если я не рассыпал, что ли? Ты так что говоришь? Ну это предложение. Это было предложение. А, ну это не считается, если бы он просто так рассыпал розу. Так? Ну у тебя получается особенный настребительный. Вот. Еще страшно. Это самолеты, ебать. Это не кораблики. Да, они похожи на кораблики. На крыле. Они передумали, он не вспомнил, как делать. И все. Давайте я нашел желание. Ну запомни, это желание должно быть. Я когда был поменьше, намного меньше, наверное, делал самолетики, рисовал на них свастику из жигалах. Ха-ха-ха. Вот так я не люблю. Вообще моя задача на Ютубе, знаешь, что сделать? Чтобы, когда набираешь власов, не всплывали хроники нациста Власова. Ха-ха-ха. 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 Ну да. Там был такой, который подставил всю страну в свое время, блять. И вот когда набираешь власов, всплывает не Антон Власов, а ебаный очкарик, который опозорил фамилию мою. Ты против? Нет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да нет, конечно. Ты с ума сошел? Кое нахуй храти? Ну чтобы у нас все поменялось, соответственно, чтобы все было хорошо и мы с ней, как говорится, заново сошлись. Он такой, да, ну позитивно. В ебисе татуировку прям на лоб, все будет хорошо. Он будет ходить, даже Ленард. Ха-ха-ха. И татуировка будет из проволоки. Ха-ха-ха. Как будто проволока в буквы сложилась. Все будет хорошо. Вот не то, что там раньше, когда был. СБХ. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Это было про детей желание. Раз, два, три. Про детей? Ха-ха-ха. Ты выиграл. Прекрасно, пап. А как он выиграл? Мне вот этого дикого не хватает. Как в этой игре выиграет куда дальше? Улетит? Наверно. Наверно куда дальше улетит. Пидор, блядь. С живого вообще нет. Ну хоть и неправильно спрашиваю. Что за желание ты загадала? Ну может и нет. Я о нем никогда не расскажу. Ты только что о нем рассказала всем зрителям. А может она уже завела детей? Я так завела, а у нее нету? Перед концом передачи и вот между этим моментом, вот она вот где-то в этом промежутке завела детей, поэтому рассказала. Интересно от кого? Да, они так быстро не заводятся. Ну кто будет? Ну от кого? Ну скажи. Ну от него, скорее всего. Вот от этого пацана. Или от желтолицей? От желтолицей, естественно. Желтолицей быкосеменитель в нашей передаче. А от него, наверное, знаешь, недолго вынашиваешь, недели две. Да, он знаешь, как в этом, он этот, как в чужом. У него свой генетический код, это как бы. Потому что оно ощущение какой-нибудь неземлибнее. Другой вид. Да. Но он такой глупый этот вид, знаешь, бесполезный. Он просто быстро детям вынашивается и все, что он может. Просто ходит, корячится, что-то это. Да, да. Детям быстро. У нас такая раса просто. А он, знаешь, сколько у меня? Девять. Начинается эта хуйня. Представляешь, сейчас смотрим? Угу. Мое желание состоит в том, чтобы... Да. Тебя в себя. Вот такое желание просто. Смело. Я уверен, он там вообще ничего написал. Каракули просто. Да, он писать-то там толком такой. Просто каракули поделал, а потом он такой, чтобы влюбить тебя. Для бизнеса сразу, чувак, он ловелас. Он такой, я люблю тебя. Я жить без тебя не могу. Потом он спит с ним. Ловелас, черт. Выметайся. Ты мне противно. Я смотрю на тебя, и мне хочется тебя ударить. Уходи. И он прогоняет ее? Да, конечно. Он так всегда делает. Я убедился в том, что вот так надо далеко. Не давай. Я слишком много воды. У меня диабет. Не, ну настолько-то не надо. Пусть меня диабет убьет. Нет. Я не буду пить. Я не буду пить. Откровенно. 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 Нежданно, негаданно. А он поэтому на окраине города и взял. Потому что он когда с девушками туда едет. Так. Она видит. Господи, как далеко. Ну пиздец. Я не поеду сейчас домой. Страшно. Придется остаться. И он сразу. Ой, слушай, а ты разгадал его план сразу. А он с ними спит и все равно выгоняет. И даже на такси не дает. И они сидят и плачут внизу. Скоты, блядь. И вахтерши всегда. Ой, это Колька. Он постоянно девушек водит. И выгоняет ночью. Не иди к нему. А Коля курит там. Или как его зовут. Да, он не то что. Он такой, а что же делать-то. Метро через 2 минуты. Беги. Беги. А он спускается снизу. В пять человек. Беги, блядь. Беги. Он всегда бицепский маньяк. Он все скидывает их, блядь, в шахты. И он такой, беги. Беги. И баба закрывает. И баба закрывает этот, как котиршка. Котиршка. Роли, это он тебя. Она такая опять. Беги. А он с топорами, блядь, идет. Он такой, ух, я сейчас покромсаю, сука. И она такая бежит прям. Не могу никакой, блядь. Шлезы открыты. И он такой. И вот так. Ну что, блядь. Теоризировать все бутово, блядь. Или где это все? Живет на самом последнем этаже. Чувак богатый. Но что-то у него, блядь, вот с головой, сука. Вавка внутри. Бывает. Вавка какая-то ему говорит, там что делать. Ха-ха-ха-ха. Вавка. Чего, давай рыбу разделывай тогда. Я пока приготовила к лебоме. А она уже разделана у меня. Это как? Ну вот так вот, видишь, волшебным образом. Вон, че сядь. Ты просто облегчил мне. Он вообще ничего не хочет делать. Вообще, блядь. Он рыбу, блядь, заплатил денег, чтобы на крючок посадили. Заплатил, чтобы ее разделали. Заплатил. Может, он сейчас жиголов вызовет и скажет, слушай, выеби за меня. Да, да, да. И он такой богатый. А вот когда деньги кончат, что он будет делать? К маме. Сорсать бибу. Естественно. Либо к маме. К маме. Что такое большое, да? Килограмм на 7, наверное, да? После совместной рыбалки муж Александр изменил отношение к Ксении, которая, в отличие от его жены, с удовольствием ловила с ним рыбу. Так. Ты хочешь выйти замуж? Мне надо дать ответ, да или нет. А он, знаешь, он такой, типа, либо полностью холодный, либо такой, выходи за меня. Прямо, да, такой охуеет. Ты, чувак, ты мне вообще даже не сказал. А ты заметил, что она верхнюю губу прячет? О, верхние зубы всегда прячет. Да? Вот так вот она говорит, да? Постоянно прячет верхние зубы. Не знаю, либо у нее профессиональный рефлекс, чтобы не шелкать, либо что-то она там прячет. Может, она сестра желтого, и она не хочет полить. Умирует. Ладно, приходи, подними губу свою. Открывай. Носи ее. Сядь нормально. Носи ее гордо. Наверху. Заячью губу дай тебе сделаю. Ножницами вот так вот щелкала. Полеть! У ... У меня через тел... А вот такая у нее... А чего ты отнесел? Интересно, geh губая... Он такой у тебя, «Ваши, мне нравится?» Тем хотим было. Знаете, как resonated? Дееху было. Маньяк ебаный. Ну да. Да. Теоретически, да. Я первое лето. А может, она снюс таскать? Я думаю... Ха! На свайку закидывай. Много детей. Капитан, очевидно, снюс. Нет, капитан, что знает, просто до этого. Мне кажется, ты не хотела бы много детей. Чёрт, что это, бред? Да. Мне кажется, я пью, и пью, и пью, и пью. Он нажрался. Ой, нюня, всё. Да, вот что. Ой, как голомой повесился. Он сел на пенек. И потом матерные частушки будет петь, естественно, сидеть. Про Петра. Про Петра, да. Я уже не помню, мы её зачинили, но ладно. Что, я не понимаю. Гироскутеры заряжать пошел. Такие, кстати, людям ездить надо по парку. Ты зачем он поотжимался? На что? Перед тем, как одеть рубашку. Конечно. Нужно обязательно быть в форме, чтобы рубашка сошлась. Или что? О чём? Что тебе не нравится? Зачем он поотжимался при том, как одеть рубашку? Ой, ну слушай, если дома женщина, блять, надо сделать вид, что ты, блять, спортивный чувак. Главных проблем жены Ирины в семье. Отсутствие романтики. Андрей решил бить в эту точку. Ну всё, ему дадут. Видишь? По-моему, он решил бить своими яйцами об её жопу сегодня ночью. Он решил, да. Усиленно вгонять. Чтобы вот у него вот здесь вот был щище огромный, чтобы он вот так его набил. А у него весь зад расколотый, блять. Он это решил. Та сразу трещина обойдёт. Да. Они потом ему придут и скажут, что у меня типа спереди таз треснутая у меня сзади. И врачи. А видишь такая хуйня, когда ты в тёлке можешь застрять и не вытащить? Где-то нужно ехать куда-то в приклинику и тебя будет... Я слышал об этом, но ни у одного из моих знакомых такого не было. Я слышал, это бывает от страха. И вот если они это будут заниматься этим, Желтолицей быстро откроют дверь, такой прямо бах! А, здорово! И у неё всё сжалось, и он этот... А я такая, чёрная! И Желтолицей такой, это как на морозе. Сейчас я... Я паду! Надо подышать! Уйди, уйди, уйди. Он такой, знаешь, вообще в каждую дырку готов залезть. Он просто садится, да, знаешь, там эти суши не доедают. Которые не доели, там что-то с интеллизор спорит, пока врачей ждут. Они постоянно пьют? Да, целый день. И те, и другие. Победите, пожалуйста. Это же так. Конечно. Сейчас начинает ему сосать, и выходит другой чувак, и заменяет его, а он просто смотрит. Да, да! И потом третий, четвёртый, и она такая, ебать, у меня что, день рождения? И потом он опять возвращается, и как будто с этого начиналось всё. Она такая снимает. Слушайте, вообще-то там всё такое разное. Он такой, типа, ну да. А ему там, косарю, подва, там, закинул. А потом он ей видео присылает, когда у них уже с мужем всё хорошо. Всё хорошо стало, и муж такой, ого. И типа... У меня что, день рождения? Да, да, да. И он такой, у меня что, дэрэ. И он, знаешь, такие сразу эмоции, всё, говорит, нахуй эту рыбалку. Давай лучше будем ездить к твоему другу новому. Как его зовут? Конечно. Железные глаза. Подарок сделал. Потом мы обезоружили в этот момент. Осторожненько проходим. Разворачиваемся. Будет один маленький эксперимент. Может, развяжешь? Нет. Это скальпель? Всё равно у тебя скальпель. Давай, реально он как этот. Тогда ротик открой, и угадаешь. Она рот открывает и такая... Эксперимент? Да! И такая, в смысле торт? Она такая, торт. Какой торт? А как это торт? Что это за вкус? Скажи мне, пожалуйста. Туда все наращили на какой торт. И она должна угадать, как кого зовут. И вот только что был желтоморный. Ты заметил? Желтоморный. Какой-то сливочный. У меня аллергия на лимон. Задыхаться начинает. Они на окраине скоро ездят долго. И ещё там разведены всякие штуки. И приходится ей делать это... И приходится ей делать по кабинету. Пока она едет. Знаешь, когда горло режут, и вот здесь дырку делают, чтобы человек мог дышать. То есть у него во рту что-то застревает. Да, я понял. Но это не так сложно. А же тут делается, да? И не так просто. Где-то там, да. Да чего простого? Ручкой берёшь и... Просто... И всё, она такая... И она будет ещё эту хуйню говорить всё это время. Пока скоро весь получше стало. Нормально. Мне так кажется. Слишком сладко. А там снотворное в каждом торте. Конечно. В одном снотворное, в другом лекарство, которое мышцы заставляют расслабиться. А во втором, да, в афродизиаке всякие. Да, в третьем афродизиаке. Возбудитель. Отвердитель, блядь. Эмульгатор. Вы такие, а мы сейчас из тебя сделаем. Сука, шоколад. И порежем тебя на дольки. А он такая, сука. Маньяка звали бы, знаешь, в новостных сводках кондитер. Да, да, да. И он бы это всё, знаешь, так вот прям вот на слайс машине прям. Нарезал бы я, такой, еба, сделала с тёлки кучу шоколадок. Только нам смешно нарезать. Наверное. А что случилось? Прикольно. Мне кажется, это любой девушке понравится. Что-то я не понял. Мне кажется, такой нет, который не понравится. Нет, хотя может и такие есть. Накормил ее тортами. Ну это вообще мое желание. Вообще. Может он просто их не хочет понимать, не хочет их видеть и замечать. Возможно. Ну, может быть проще, знаешь, вот, ну как объяснить, я даже не знаю. Он всё нажиралась. Начинаются, да, вот эти вот откровения всякие. Он ещё сердечко искал, что влюбит. То есть чел, реально, либо, ну кстати, как ты думаешь, он хочет с ней остаться? Конечно нет. Он хочет её выебать. Да. По-чёрному, замужнюю, чужую тёлку. Он её первый раз видит. Какие отношения? Да, о чём ты говоришь? Может быть в будущем у них правда что-то сложится? Ты чё? У меня квартира 200 квадратов. Нахуй ему нужна какая-то вот. Мне нравится, как я рандомные факты выбрасываю, а ты их используешь как настоящие. Что у него триггероскутеры и квартира на 200 метров. Вот у него есть семья, да, он любит. У него есть свои дела. Приходит два часа в семье по-бому, спать лёг и всё, как бы. Ну, а его жидитом протекает. Он протекает, как бы, в домашнем режиме. А кем он работает? А, магазин точно, нижняя одежда у него, да, с мамой. Очень странно, да? Чё-то, погоди, да, мы как-то эту тему не развивали. То есть он такой крутой, весь татуировок дохуя. Привет, мам, давай продавать костюм медсестры. Она такая, так, мы ставим целым 2200. Сейчас, да, я померю его, по оценим качество. Одевает его, выходит, он такой говорит, я оденусь тогда, не знаю, полицейским. И что? И полицейский задерживает медсестру. Так это мама. Это не сестра, а это полицейский. Да, это полицейский. Да, это важно. Охуеть! Ну понятно. Так он всё спускает, получается, с мамой. Все эмоции. Все эмоции. Он прям приходит, она там катается по полу, чуть-чуть помирает от смеха. А потом приходит, весь просто выжатый, блядь. Я такой, я уже не хочу ничего. Ты меня с луком приготовил? Да, я без лука люблю. Люблю лук. А с мамкой прям. Ой, ребята, ну не знаю, это так себе бизнес. Желание, да, куда-то пойти, какие-то там, ну элементарно, блядь, женские какие-то процедуры или что-то ещё. Элементарно я этого не могу сделать. Тупо. Понимаешь, человек закрыт. Это я считаю защитные. Мне кажется, то, что вот мы делаем реактор на такие передачи, улучшает наши отношения. Конечно, да. Каждый раз смотрю и постоянно на себя примеряю и какие-то выводы делаю. Я тоже, естественно. Вот я вот так уже не сделал никогда. Почему? Ну, смотри. А ты возьми и сделай, ролик всё равно долго будет монтироваться. Ха-ха, ты даже не понял, о чём я говорю. Ты просто сказал, не делай. Я скажу, возьми и сделай. Ролик всё равно долго будет монтироваться. А я хочу с тобой. Я не хочу. Хочу ездить на рыбалку. Хочу на охоту. Хочу, чтобы меня она отпускала на эти все мероприятия. Угу. Чтобы она мне дала волю, чтобы я ходил туда. И я буду. Нахуй я? Он тогда семью зовёт. Дело в том, что он реально очень взрослый ребёнок, который не понимает, что... Он как бы думает, если ему нельзя, и он туда не ездит, это значит, что всё время посвящает своей жене. Но на самом деле он посвящает всё время своей работе с мамой. С её этим игром, блядь. Любовь. Любовь с своей мамочкой, блядь. Ха-ха-ха. Которые висят где-то там отрезанные. И пойди скажи своей жене, что мы больше с тобой жить не будем. И всё. Она съедет к этому. И езди на рыбалку. На рыбалку. И занимайся своими игрушками. Ха-ха-ха. Игрушки-игрушки. Можем. Угу. А можем раздеться, чтобы нам не было жарко. Да, так жарко. Может быть, это... Хочешь посмотреть моего коня? А он уже без штанов под столом. Немножко поддался. Конечно. Ну, вот он, с одной стороны, интеллигентный. А с другой стороны, просто мразота. Вообще бестактная. Он прямо вот сидит, всё, хочет её облапать, но не знает как. Он прямо вот, знаешь, дожидается момента, когда она ему сама разрешит. Да потому что операторы. Не были бы операторами. Если бы не было операторов, уже давно бы расчехлило её. Просто в один момент начал бы её засосывать. Видно, видно. Ловила. Московский, блядь. Вы представляете, в Москве живёт такой хуйвол. Чё? Чё? А зачем тебе об этом? А правильно! Зачем тебе об этом думать? Ты сейчас об этом опять думаешь. В этот вечер и муж Александр, и жена Ирина забыли выйти в скайп, нарушив правила эксперимента. Ебались! Поебались! Или нет? Странно. Вроде бы все предпосылки есть, но они как-то долго всё тянут. Я не понимаю. Мы вообще, как бы, чё хотим? Чтобы они поебались! Чтобы сохранилась у нас семья? Нет, нам поебались! Ебитесь! 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 Ох ты ж! Ничего себе! Какая вкусная цена! Доброе утроечка! Доброе утро! Ну как ты? Спокойтесь! Шикарно! Можно я обыщусь? Прям вообще так вкусно! Можно не так вкуситься, а лучше, конечно... Ебать! Супер! Такой! Сливки сливками! Дай мне пожалуйста! Так! Никакую черту! Он принёс ягоды в форме головки пениса! Вы понимаете, всё это залил ебаными взбитыми сливками! Точно! Хочет её... Всё! Он как бы понял! Извращение! Ещё день и не выбит! Вот! Ещё день и всё! Сделав ей романтичный, романтический завтрак! Кстати, ни разу не начинала утро! С клубники! Никогда не поздно! Да, начать! Какие-то они скучные, блядь! Даже программисту дали! А этот чё-то так... Чё-то да! Он прямо у него все... Я ему карт-бланш наёблю, а он всё равно тянет резину! Да! Чё такое? Ему просто нужно прийти к ней! Может они уже спали, мы зря наговариваем! Может быть! Но они обычно акцентируют! Но стероидный маньяк-то точно нет! Я внух-то! Он прям вот один спал! Он прям принципиальный сексом! Она прям в первый день голая ходит перед ним почти! А он да, я принципиальный сексом не занимаюсь с женщинами вообще! Он вообще в принципе не занимаюсь ничем! Только с мамой! С мамой, да! Только матери могу доверять! Никому не верю! Бля, а может его возбуждают только костюмчики? А-а-а! И он такой смотрит, она такой костюм купила, он такой... Нет! Не мама ты всё-таки! Он такой нужен костюм мамы, на который ты наденешь костюм медсестры! У меня сложная фантазия! Нику муж и жена вспомнили о том, что вчера не вышли на связь! Ежедневный семейный скайп – обязательное условие эксперимента! Я скучаю, говорю по тебе! Не слышу! Ты что, офигела что ли? Ну реально заикается, я не слышала! Я не буду, ты слышала? Ты что и так сделал? Дрочит мужика, блядь, этого вообще по-чёрному! Как с ней жить тяжело! А что он не может сказать ещё раз, что скучает? Потому что она уже слышала, что я скучаю, и он как бы, понимаешь, хочет и там поебаться, и здесь успеть! То есть он как бы хочет поёбаным вернуться! Я не буду, ты слышал, он вообще так сделал, вот так вот он! Ладно, я тоже слышала, я тоже скучаю! Он слышит это всё, такой, м-м-м-м-м, что ещё нужно едать-то? Слишком много! Вот как он перестанет ей внимание уделять, она сразу с ним переспит! Кстати, может быть, да! Как только он вот так вот встанет, как её муж! Поиграется, поиграется! Он пойдёт такой с ножом, перевяжет резинкой яйца, такой… Да нет! Яйца отрезать должен себе! А-а-а! И он станет сразу желанным евнуком! Вот что надо, друзья, делать, если вы не знаете! Не надо! Не надо! Не отрезайте себе яйца! Но если у вас вообще в жизни отчаяние отрезается… Будешь наказанно, наказанно! Сегодня же мы увидимся! Да! Он такой тупой, наказанно, наказанно! Он такой, кто я сказал, кто я сказал! Он такой, ёбаный компьютер, блядь! Наказанно, он такой, ёбаный! Сегодня третий день свидания! Ого! Так сегодня на третий день почти все уже ебали! Да, эти что-то, блядь! Чё с вами не так, люди? Вы не любите друг друга, так… Так расходитесь тогда, разводитесь! Ну… Ты рада? Очень! Чё это такое? Очень, не очень? Говори нормально! Говори нормально! Хорошо! Да, конечно, рада! Мне интересно посмотреть, с кем ты живёшь! И как ты живёшь! Было бы прикольнее, если бы я приехала бы к вам домой! Ну да! Вот это бы вообще было бы… И вы бы втроём зашли? Чё-то я не понимаю, о чём идет базарка! Я тоже! Он такой, вот бы поебаться! Вот бы поебаться! Не бейся! Он такой, лучше приезжай сюда! Чувак, ты не знаешь, что ты хочешь! Слушай, реально, мне кажется, ему нужно попить какой-нибудь хуйни! Чё там? Как это называется? Сиолекс? А что? А вдруг, блядь? Типа, если дрочи больше, я не знаю! Что там будет и так, блядь? Как будто у него либидо на нуле! Да на нуле вообще! Он такой, весь кислый, не знаю, что мне делать! Чувак, блядь! Подави уже! Чё? Чё с тобой? Ну ладно, хотя бы так увидимся уже! Наконец-таки! То я смеюсь над ним, то мне его жалко будет! Да! Вот он! Дама, а можно вас пригласить? Не-е-ет! А то вы так похожи! А ты понял, блядь, чёрт! Не все дамы дают себя приглашать! Ты даже бабка не дала с ним погулять! И правильно, потому что она любит своего мужа! Вот именно! Сначала у мужа спросят! Покойного, правда! Но она сразу же любит, знаешь, какая любовь! И пыль такая, фу! И семья! Я не знаю, где его зовут эту песню! И в семье сходим погулять там, в курорт там, на площадь! Ну это бывает по воскресеньям, ну то не всегда! Ну шашлычка! Ну шашлычка, да! Шашлычка, да! В воскресенье там! Бельня, там хуйня с мужиками пиво пьет! Чё? А она где-то рядом бегает, как собака, блядь! Чё ты гавкает там, я такой, я не знаю! А она тут бегает! И это чё за щит! А мать, чё себе, блядь! А потом мы на рыбалку едем с пацанами! С понедельника по пять лет! Субботу я с мамой! Слушай, я вообще не уверен, что он мужчина блять! Теперь уже, может быть, она вообще, женщина очень страшная! Знаешь, которая типа штангист, чемпионка мира блять! По супертяжелому весу 88-го года! Мало! Мало время проводим, в основном дома! Ну дома ей скучно, естественно! Она устала от этого! Так он всё понимает, но ему плевать. Да ему похуй сразу в свой колокольчик. Осторожненько. Помнила мой баланс. Так, сейчас я пойму вообще. Сейчас он просто так, вот так. Ну у него... Опять! Просто зубов нету ни одного. Ты что сделал, блядь? У него сегвеев. У него много сегвеев, походу, и не только сегвеев, ещё и велосипед. Лясы всякие, ну да. А сколько стоит вообще всё это хуйня? Дорого. Столько велосипедов. Что ему в голову пришло? Приходит человек, говорит такой, мне надо тысячу лясов. Тысячу велосипедов. Тысячу велосипедов, три сегвея. Два, кстати, я всё вижу. Но всё равно... Это очень тяжело, блядь. Столько купить, чтобы это всё сделано для того, чтобы купить 200 квадратную метровую квартиру. Дорого, блядь. Корпус вперёд. Всё, я поняла. Мне казалось, это намного проще, подожди. Нет, не опускай. Получается? Да. Здорово. Ну, наверное, девушкам нравится такое. Выглядит дебильно. Выглядит необычно. Ты и только ты. Блин, даже не больше составляет. Противный мужик. Слушай, вот и... Лучше бы она ему не дала всё-таки, я считаю, не надо. Нет, я... Нет, я, конечно, не хочу, чтобы она ему дала, но я хочу посмотреть на это. Что она изменившись. Да, я не показываю здесь всяких там сисек, пизик. Ха-ха-ха. Я хочу поглядеть просто. Я дарю тебе... ...все свои цвета. Мраза. Прям противный. Пятерку, пятерку. Пятерку. Одну ножку начали. Оп. Отлично по-моему. Отвратительно. Что же предложит рыбалка? Он вроде всё нормально делает, но какой-то он скользкий тип. Дааа. Скользкий. Слушай, мне кажется, что у них всегда проблема в одном и том же. Просто у них не стоит, не у всех. То есть не встаёт. Мне кажется, он в своё время... У него просто есть травма детства. Он ездил тоже на Сегвее в своё время. И упал, и сильно потянул. Так что у него вот разорвалась мошонка. Теперь он чуть-чуть перестаёт. Но не совсем. Но не совсем. На 10 часов. Так, как... Нет, он прямо вот стоит. Как будто пакет наполненный фаршем. То есть если сильно натянуть, он такой полутвёрдый как будто. Но он всё равно круглый. В целом мягкий. Нет, это вот как пакет надули и лопнули его. И что осталось, это вот у него так. И теперь он как бы очень такой... Высокий у него голос. Плюшевую игрушку и вместе с трофеем пара отправилась на двойное свидание. По условиям эксперимента встреча супругов в сопровождении партнёров должна произойти в третий или четвёртый день после расставания. Так, получается, ещё четвёртый день. Так, пока третий. Это жена, да? Угу. Еще я синишку, смотри. Подарил ей, да, молодой человек? Сейчас я вам подарю. Ты чё, бля? Ты чё, бля? Подожди, чё за быдло, бля? Ты гуляешь с ней? Меревит, бля? Ты чё, ты, бля, ухаживаешь за ней? Я её шесть лет нахер мутузил, это, чтобы она вообще... Я её специально шесть лет не ебал. Так сейчас я хочешь вымыть? Ты... Я это для себя копил, чтобы я просто только вот и всё. И она уже восторг. А то она жаловалась, как раз мне пожаловалась, бля, что у нас это самое... Секс плохой. Я шесть лет не ебал. Я её шесть лет не ебал. И что это такое? Выкинет? Он её, видимо... Мы четвёртые лишние. Слушай, он её, походу, ну, правда любит. Просто... Маму как? Просто маму больше. Ну, да. Ну, а я тоже люблю. Мама просто так наряжается. Ты, вы бы видели. Она просто... А готовит, как вкусно. Она-то после... Столько сил тратится, а она всегда с пирожками. И всегда со стоящими сосками. Ха-ха-ха-ха. Меня встречает. А-а-а... Ну, Саша очень встретил радужного нас. Добравил меня эту собаку. Меня просто выбесило, если честно. Какие мишки там моей жене дарятся. Ну, давайте вы вперёд, девушки. Проходите. А то, что твоей жене за щеку может подариться, нет? Да, блядь. Вообще не пугает. А что он такой фраер? Он, типа, двух телок сразу привёл? Так. Медведя, ну нахуй. Так ты, заходи, ты. Хе-хе. Давай. И что это такое? Ты что, охуел, что ли? Много хочешь? Оборот. Сначала мужчины. Как выросли? Здесь, здесь. Здесь. Еще. Пиздец. Хватит. Охуеть. Он с двумя телками, погляди. Ну, если познакомиться, это... Ксюша. Ксюша, да. Это даже заочного знакомого. Ой, он обиделся. Он даже не запомнил, блядь, как зовут кого он. Нет, этот чувак обиде из телефона залез. А, естественно. Ну, он тёмное устроит ему, он, знаешь, там такой, они вежливые. Он такой, у Вас Ген подъезжай, нужно разобраться. Он такой, он такой... Бери всех вообще. И потом на сигвеях такая банда уезжает. Да, да. Подъезжает. Цепями. Ха, там такие уууу, дым идет ото всех, и он такой уходит в коюшку. И так красиво. И так просто. Чуть-чуть страшно, но очень красиво. И они вораживают. И они начинают крутиться, там, восьмёжки. И они всё больше сужаются. И огни, да, и потом хуяк тебя цепями месят. И его прям, знаешь, так... Закрутилось. А второй ему за руку. А, блядь! У него ещё один треугольный шрам. И всё такие, так вот, как всё появилось. Это не ножи. Он вспомнил такой, так это был ты? Так, да. Ааа, из прошлого. Ксюша. Андрей. Это Андрей. Ксюша. Сидит Ксюша, нельзя скушать. Мишки дарить нельзя девушкам. Саша очень ревеновал. Он извинился, он извинился. Такие люди так извиняются. Как он сказал? Он сказал, нельзя мишки дарить женщинам за мужа. Это он так извинился? Да. За такую хуйню в ебальник можно отсунуть. Серьёзно говорю, он так извинился, скорее всего. Блядь, насколько, наверное, с ним вообще тяжело даже дружить, блядь. Очень ревновал Иру к Андрею даже. Вот этот вот инцидент с игрушкой. Всё началось с ревности. Что выпьем за нашу семью? За вашу семью. За нашу. Сурдом, блядь. Он вроде пришёл, говорит, всё плохо, теперь за семью. Сейчас напьётся, буянить будет. Да, столы бить ебали. Там и забылы налили, наверное, сейчас как их разнесёт. Или этот монах старый. Я думаю, что там таблеточка-то бахнута какая-то. Может быть пятерка-то? Они такие, официант, официант, когда мы официант. Вот вы, бараки, блядь. У нас что-то голова кружится. Ага, это ужасно. Последнее, что они видят, просыпаются без почки. Они просыпаются просто, знаешь, типа вот эти вот в креслах гинекологических все зафиксированы. Они просыпаются такие, а, 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 а. И там труба к жопе, и там изо рта это человеческая многоножка. Многоножка сделана. Да, как в фильме. А самый первый стоит, такой жалкий. Он говорит, ну что, ребят, пригуляйте закольцовывать. Обожаю эту хуйню. И он такой, а, а. И ходит по кругу. Идём, идём, идём. Никто есть не хочет. Такой, я пошёл, перекусил. Я, я и все бы пожрал крылышек. И все плачут такие, блядь. Два ведра, тридцать крылышек, сейчас поем, охуенно будет. Там сценаристы такие, типа, листают сценарий. Такого не было. Этого нет. А кто это? Это не бутафория. Они звонят такие, да, да, он ничего не трогает. Называйте полицию. Лучше решать. Пока он, это. Пока он и вас. Они там ходят. Пока он вас не добавил в цепь. В середину. Постающий завтрак. А кто приготовил завтрак? Конечно же, Андрей. Он же первый раз. Кто в первый раз приготовил? Он все одни мне готовил завтраки. Все. А что ты приготовил? Это ты сейчас у меня, ну так, намекаешь. Не, ты спросил, что было? Я рассказываю. Можно просто сказать завтрак. Потрясающе. Что за слова эти были? Делись рецепт. Я сказала, потрясающе. Блядь, ну какое оно вообще? Какое завтрак, блядь? Ты сосал ему? Ты ебал, ты сосал ему? А если он узнал бы, что она ему сосала, прям вот гортан наделала вообще-то, он, я не знаю, он превратился в дым, нахуй. Потрясал бы ему в горло, блядь. И там все сжег бы изнутри, его просто так вот распаял. Как джин. Да. И он обратно бы материзовался, а он такой, ааааа. Он такой же, ты так можешь вообще? Кто есть? Ты кто, блядь, такой? Он такой, типа, сука, подожди. И начинает врастать рога, блядь. Он вампир. Точно. Он бы в мышь превратился. Потрясающий завтрак. Сегодняшний завтрак. Простите меня, Саша. Бро, с клубникой и сливками. Клубника со сливками? Под клубникой, я понимаю, с умифера. Под сливками сперму на ее лице. И все, и он бы взорвался. Он бы просто, он бы сгорел, блядь, нахуй. Он перевернул бы этот стол. И залез бы под него и плакал. Потому что, аааа. Он такой, он такой, да ладно, вылезай ты, блядь, я пошутил. Он такой, ты, я не ебал. Он такой, ебал. Ааа. Вот ты чмо, блядь. Зачок маляр. Ай, мама такая, тихо, тихо, тихо. На, тихо, на, тихо. И дружинул. Он такой, э-э-э. И уснул. А они такие, я поставлю рядом с тобой. А у него, сделан из ее банка с его яйцами, как ночник. И она ставит рядом, что by ты не переживал. Все здесь, как когда ты жил здесь И он такой, включи их, пожалуйста И они как в ладу, ладу Она нагревается, одни типа опускаются И запрыгают вверх-вниз Он такой, тетя, так люблю мама Клубники Это был завтрак в костель Клубника, да Серьезно? А, сливки Он разбудил тебя запахом клубники Да, кстати, запах вообще прям огонь Тыкался клубничкой мне в лицо Да-да-да, это опять такой А она волноваться начинает уже Нет, ну ладно Говори, ладно, пока говори Пока говори, пока я сейчас поднапрюши Он очень драчливый Причем драчливый Когда мы с ним познакомились С чего началось наше общение У меня был день рождения Он строил драку Его мама сдерживала Потому что он, если куда-то идет То без драки не обойдется никак Вот вообще никак Ирина не влюбится ни в кого Даже в кого она влюбится Ну, я не знаю, что я сделаю Вот видишь, какой мужчина Вот смотри на него И запоминай, и учись, пока он жив Ладно, я сейчас про сырники твое расскажу Тогда, как ты приготовил сырники Из души, без сахара, без еды Я помню Я помню В принципе, да А у нее прям нервы Какой подонок Он всех нервирует, блядь Всех он сидит Он такой Не дари мишку Все Все хотят секса Эта девушка, та девушка И тот парень Да Один он ничего не хочет Он один, он не хочет секса Он вообще ничего не хочет Чтобы ни у кого его не было Он хочет, чтобы все были как в эквилибриуме Ели таблетки и были без эмоций И он бы просто приходил, блядь, садится такой Типа О, блин Собак стрелял бы всяких Ходил там это Да, конечно Картины Картины сжигал Произведение искусства Произведение искусства Все бы сжег Он приходит, такая челюсть у него в руках Он такой Это желтоморного челюсть Он не принимал таблетки И челюсть сама говорит такая Ну вообще, ребята Там он просто вот так Че-то ничего не скажу о ней плохого Короче, он просто в душу мне наплевался С этими сырниками А ты про сергирей это Начала мне колечками Он первый начал плевать в душу Я говорю, как ты не умеешь делать женщинам комплименты Потому что он сказал Сырники Вот самое неприятное Это как будто встретились две бывшие И ты сидишь Она даже не бывшая Она с ним три дня уже Да, просто И она соглашается И вся две Он такой Какая он мразь вообще Он сам Он такая И не говорит А вот если вы не поебались Он бы сказал Типа И член мне вообще Такая А он тебе делал Блять, пальцами до конца Она такая И тебе Как вообще Это самое Слушай А он такие Парень Парень Эй Поехали Ты хочешь Квартиру там Десять метров У тебя вроде как Он такой Да Я сегвой Да хуй с ними Че ты Втроем поместимся Да, да, да На одном сегвой Поехали Как в цирке Блять Все так стоит Балансирует И мужик такой Я сейчас кому-то ебало Разобью Нет, он плакать начал Или сидит Себе Ножик Опять такой Надо успокоиться На антидепрессанты Ну это нормальные Ковыряю сюда В тарелке Но без души Вот Вот Он тебе так же говорит Да Он меня убил Мою кулинарию На корню То есть я больше Не готовлю вообще Я его научила На будущее Я его научила Как нужно говорить Он теперь знает Он если вспомнит Мое лицо Все вот такие хорошие А я один такой Да, плохой, жесткий А вот в седе Косяков Никто никогда не видит Я не понимаю А почему ты никогда Дашкать? Ему тяжело на самом деле Признавать свои ошибки Он этого в принципе Никогда не делает Да ему много Видимо что тяжело Действительно, Юлик Проблемный человек Который должен быть срочно Вот мы как Опытный специалист Мы приглашаем его Госпитализировать Да, госпитализировать Его привезти в нашу студию Где мы проведем С ним беседу Мы должны ему объяснить Слушай, ну он метр шестьдесят Дрочит его Он выглядит большим Надеюсь, то он мелкий Слушай, мы с ним Не будем разговаривать Вот по-плохому Мы нормальные цивилизованные люди Вот в обществе Поэтому, во-первых, пить не будет Он сядет с ним Клетка здесь Надо, надо Будет в углу сидеть Да, не надо быть таким Вот зачем Это желчный Злой человек Который не заслуживает Правильно Уебывая из Москвы Нахуй Что сейчас в свою деревню Там гоняк Кур, блядь И гуси Нахуй Если ты такой злой Мне кажется, что он не злой У него просто проблемы с эмоциями Он не умеет их показывать Не умеет их испытывать И не умеет их дарить Пускай посмотрит список фильмов Которые я ему пришлю Хатик Посмотри Обязательно, блядь Если тебе собак жалко Если тебе никого не жалко Посмотри The girls won't come И тогда все станет на свои места Хоть чуть-чуть эмоций Хоть чуть-чуть Хоть съешь говна из кружки Может хоть что-то тебя разжало Там диван такой классный Я бы на нем посидел Как будто они сейчас Может, продюсеры такие Слушайте Может быть, хоть это самое Давайте возьмем им пор на диван Вдруг Реально, вдруг Они все не поебались И продюсер такой Все ушли А он такой Блядь, оно еще 2 дня будет Мы сняли оно 2 дня Давайте Не пропадать же Выебите кого-нибудь меня Кого-нибудь Кого-нибудь меня Знаете, что Ну, я же... Тебе не говорят, что ты плохой Тебе говорят про одно единственное качество Правильно? Слушай, они реально плывут Или это пиздешно? Не, они плывут Да это не акромакей Ну, я не считаю, что жесткий А ты, Ирина, как считаешь? Жесткий ли он? Да Слушай, ну я не сказала прям вот А, она же вся краска Вот она просто сейчас должна Очень сильно постараться Чтоб ей не въебали Слаготовлять Вот, чтобы он всех не побил Он сидит Слушает, какой он, блядь Самая важная фраза в твоей жизни, блядь Какая? Делайте, если надо Вот этого Мишку Нужно отправить в реку Да ладно Как не надо? Давайте Нет, ну подожди Он и не виноват А он и не виноват Ну его надо Он хочет плавать Чмо, блядь, ёбаная Чмо поганая Скотина, падла Тебя самого выкинуть за борт вообще А потом надо слышать Тебя тоже Он такой с водолазной лаской Как раз сегодня собирался Немножко различно Чувак напьется И пацана выкинет за борт А, блядь Я не представляю таких людей Мне так жалко эту девушку Потому что она реально находится Прямо И не убежать никак от этого Он ее тянет в деревню какую-то Он ничего ей не разрешает Сам любит рыбалочку какую-то Какой козел, блядь А потом изменять начали Конечно И потом будет приходить А ей нельзя Он скажет Ты скучная такая Я изменять и начал А сам ее скучно и сделал Нет, Юлик Это отвратительный персонаж Я его ненавижу, блядь Выкинул бы его Я был бы я там, блядь Я бы просто, знаешь Разбежался бы двумя ногами В спину, блядь Просто бэх Я бы сам упал Он бы туда Я бы ему даже круг Пасать не кинул Вот почему надо За игрушки подержаться Блядь, давайте, блядь Ты же его нахуй не нужен же, блядь Саша, опять же Показал Свою доминантную позицию Это, наверное, мой минус В моем характере Но ничего с этим делать я не могу Как бы я не пытался И все равно У меня взрывной такой характер А как ты пытался? Что ты делал? Таблетки пил? Да Яички себе сжимал? Нужно, я еще раз говорю Нужно обратиться к специалисту Надо прийти к нам Мы дипломер Кстати, диплом нам должны были прислать Должны были Не прислали пока что Поэтому обращайтесь Люди, у кого такие есть проблемы Мы знаем, что делать У нас почти есть диплом Посидеть в клетках Какое-то время, конечно Потом выпускать В маленьких Если хочешь Идете, в клетку побольше переводим А лучше клетка в клетке В клетке Что ты понимал Что ты реально находишься В очень ограниченном пространстве Что ты реально накосячил Да, но ты косяк В трех клетках сидел Будем потом ходить вежливым Таким И причем, знаешь Одна клетка будет Самая внешняя Она будет гигантская Да-да-да С комнату Потом вторая Очень маленькая А третья прям Вообще сжатая Нет, и третья Тоже такого же размера Чтобы человек сидел И понимал Я близок Чтобы он радовался Даже не возможности Свободы О возможности Иметь большую клетку Да И вот И когда его Из этой маленькой клетки Выпускают побольше Он такой Вот Вот это да Класс Вот это жизнь А потом с него снимают Клетку Он остается в одной комнате Большой И он уже понимает Что он уже готов К социальной Каким-то Да Наша методика Онежка Власова Совершенно верно Здрасте, блядь Не понял А ты прежде с ним Нет, они не спали Ну он видимо такой Бля, мужик жесткий Она сейчас испугана Надо быстрее А то мне дня не хватит Нужно Думаю, что хотел воспользоваться Изнасиловать ее Ну он Три дня ее мутузил Мутузил А тут он увидел Какой муж И такой Он такой Все Он понимает Что ей это надо В первую очередь Не хочу поебаться Она Она просто не может Чтобы не было проблем Потом у нее Поэтому надо изнасиловать ее Это хорошая муж Да И тогда она не будет Писать заявление Потому что Она сам охочная Она всячески там И вот так вот А ты не хочешь пойти Все-таки одеться Я хочу Сделать сюрприз Сюрприз? Ну одетый, надеюсь? Нет, я не одетый Больше Делает все Но вот кроме последнего шага А какой последний шаг должен быть? Ну заслужить Надо спросить Звездю обнять Нет, надо прямой спросить Давай ебнемся Ну либо так Нет, спрашивай У нас детей не подписывалась Так лучше? Идеально Вот так вот Мне больше нравится Хоть ты не сделал такой сюрприз Не будет у них ничего Небольшой сюрпризик Сейчас я тебе Заинтриговал Так я бывало Мог я и романтирую Запугал ее Запугал, запугал У меня подарок Чулки Я такая В смысле? Он переворачивает Из чулков лук сыпется Блядь Она дала мне свою Оголила свою ножку Я снял носочки И одел чулочки Может он фетишист? Походу Да Уф, воняет Ну как носок, конечно Забрался Это подарок такой? Я обычно, конечно, сделаю зубами Он хочет ее потрогать И соседи Что они кратковаты Ну-ка, подожди Это... Что это? Что за пунем подаю? Что он не очень удаловал Ну, он, наверное, не разбирается Что бывает Один, два, три Там по размерам Как бы Вот Они были По размеру на коротышку Чего, блядь? Они очень маленькие А, ну я понял Что, типа Не удался в итоге у них Да Уже Александр с Ксенией Отправились на урок Гармонии Похоже, после двойного Звидания Ксения стала действовать Уже не в свою пользу А для пользы Жены Александра Чтобы исправить паразит Чтобы Ирине с ним Легче жилось Душнину Душнину, блядь Привели к Банину, блядь На какие-то Аутеретического Он сам душный Он жене Жена теперь душная Запугал ее Медведя выкинул Значит, и пацана того С 21 этажа выкинет Я правильно понимаю Что они пришли Успокаивать Его, блядь, гнев Да Блядь Сука Там этот Китайский Аутодрочь Для сбора спермы Он С ним полчаса проведет В комнате Да какой полчаса Весь день там проведет Из него всю злость Выдрочит Он такой Господи, я не знал Что мне нужно Мама-то кончить не дает Доводит Мама-то, она всегда такая Мама, он не разрешает Внутрь нельзя Она такая Нет Не, даже не Да, да До точки доводит его И домой отправляет И он злой, поэтому ходит Такой постоянно А мне кажется, что он туда зайдет И там просто Чувак с дубиной стоит За дверью Да-да-да Он заходит такой Вот здесь мы и будем Он просто И такие Быстрее несите его И ему начинают лоботомию делать Спокойно Но стоит такой Знаешь, просто Голопередончик Ноздрю Да-да-да Просто Вышкребаясь оттуда Они просто вот так вот стучат Раньше лоботомию использовали Для успокоения людей И для сумасшедших Это когда между полушариями Все связи рвут И человек просто Через глаз делали Через нос Смотрим, что У нас сегодня Но 200 тысяч лайков И мы сделаем лоботомию Да И будем Затемать смешные реакции А мы так Все непросто Бля, как, наверное, страшно С лоботомией жить Тебе уже не страшно? Ну, типа, как сама ситуация страшная Ну, в принципе, трепанация черепа И какие-то вмешательства в мозговую деятельность Они В мозг Они опасны очень Ты можешь остаться просто парализован В принципе, ты будешь очень спокойный Но будешь парализованный Надеюсь, если до этого у меня дойдет Когда-нибудь Я хотя бы смогу Не дойдет Ты все полезно рассматриваешься Как потенциальные Да, у меня может быть Что? Инфаркт У меня может быть Рак Лоботомию сделают Скорее всего Гидроцефалия Потом Что еще у меня может быть? Воспаление Этих самых Лимфатических узлов А это сифилист Или ВИЧ Кто? Если узлы Набухают Не, не обязательно А может и сифилист Может быть и ВИЧ Александр И самое интересное Я здоров Я всегда хожу И его прям Чуть кольнет Я такой А эпохондрики Они всегда очень здоровы Да На ноги Аксюша ложится на живот И мелью сверху, да? Нет Тебе придется потрудиться И подмирни прямо под под И поднимай Потихоньку А когда дышишь Нет свиста у тебя в легких? Нет У тебя тоже Не цеписты Ладно, окей Не торопись Оп А теперь можешь еще Вот так ее Это практика И учит чувствовать партнера Что Да Упираешься И в общем Больше ничего не делаешь Ага Ты грудной клеткой лег Вот эта сцепка Вот Слушай, а ты вот веришь Во все вот это вот Нетрадиционное? Я верю в гимнастику И в дыхание А в магию И чакры Я не верю Думаешь, не откроются У меня какие чакры? Разве что Он такой Он такой Слушай, си яйца вырастут У меня заново Тогда мне здесь делать нечего Все И немножко Из стороны в сторону Да Чтобы у нее Вот это вот Все здесь Расслабилось Ну не нравится Теперь помогаем партнеру встать Как так, типа Ну что? Животом легло? Это тебе не щуку ловить, ебать Да? В ресторане Женщина, женщина Мамочка, помоги На звоночке Не отвечай Мама такая сразу На звонки не отвечаешь Чем он занимается? Приходит прям В костюм полицейского Я разыскиваю Одну мальчику И по рукам По рукам Охот У тебя били по рукам Меня? Да Нет Я не помню Меня может били Может нет Может Что-нибудь плохое Сделаешь А вот правда Что вот когда щелкаешь пальцами Вот это Это щелкает на самом деле Не сустав А воздух Который скапливается в них Дин Ревматолог 50 лет Щелкал только одной рукой Сравнил их И говорит Никакой разницы 50 лет? 50 или 25 Короче Огромное число лет Он щелкал только Каждый день Да Только одной рукой А потом такой Ну они одинаковые Блядь Слушай Смысл всей его жизни Был в том Что ничего не изменилось Да? Зато этого можно Не бояться Садимся Друг к другу лицом Посмотри на него Как на Духовную сущность Которая Рождена в это тело Он прекрасен Потому что Неповторимый Единственный Он умеет любить И он очень хочет Быть любимым Очищение Произошло Такое глобальное По крайней мере У меня Слушай Слушай Мне кажется Это все Такая пиздеж Это все Пиздеж Но я считаю Если она Правда Чувствует себя После этого Лучше В этом нет Ничего плохого Это наверное Как эффект плацебо Ты наверное веришь Просто в это И это происходит Если у нее Разгрузка происходит Становится меньше Такое замечательное Я уже говорил о том Что все это действует На людей без высшего образования Потому что Любой человек С высшего образования Понимаешь Это все ебаная хуйня Это не объясняется Абсолютно никак наука Если бы это объяснялось То это работало бы И во вторых Кодирование От алкоголизма Работает тоже На людей без высшего образования Да Ты что Реально веришь Что врачи Вшивают ампул Которая может тебя убить Если ты выпьешь Рюмашку водки Ну так зачем Тогда не говоришь Что ты сдохнешь Если ты выпьешь Рюмку водки Какой ужас Слушай Так можно открыть Свою компанию Да Побогать алкашам Развязываться Это Нет Я не об этом подумал Ты дополнил мою идею Я открою компанию Где их будут завязывать Ага А ты Больше откроешь компанию Где их будут развязывать Просто можно сказать На этаж выше Да Они поднимаются Бля Меня сейчас залитали Мы можем прям тут это делать Офис уже есть Просто табличка Почетность И по нечетным дням работать Почетным здесь кодируют Как удобно Класс Слушайте ребята Кто 50 тысяч рублей Стоит закодироваться Если вы хотите Раскодироваться И 350 Раскодироваться Да То есть Родственники платят 60 А алкаш Находят 350 И мы вшиваем А он найдет Он очень будет Да И мы вшиваем Пустую ампулу Которую при прощупывании Будут чувствовать Ваши близкие И они будут думать Что вы реально пьете Но вы пришли Нахуй пьянющий Блядь А я думаю Что Саша тоже Две бутылки водки Адмирал В подарок При раскодировании При раскодировании В тот же день При кодировании Немножко проникся Я если честно Когда шел туда Я думал Как будет интересно Да и в начале Я тоже Можно сразу Опыт взять На раскодирование Ты все-таки Решил бизнесом Заняться Да Ребят 10 раскодирований Будут стоить Не 3 500 миллиона А всего 2 500 Рекинь Да Слушайте Выгода Можете всех своих друзей Раскодировать А брать Сразу пачкать Нам это все равно Ничего не стоит Да Мы просто вам Это Лопнем ее Вам будет хуево Сутки Вы что Было не откинетесь Есть небольшая Вероятность Того Что вы умрете конечно Она есть Но она очень маленькая Вот такая вот Совсем чуть-чуть Может откинетесь Но вряд ли Хороший бизнес Да Кодируем Раскодируем Нам нужна крыша Полицейские Властные структуры Кто нас смотрит Да Если у вас есть крыша Нам нужна крыша Мы бизнес хотим И много ампул Не очень законно Открыть Нам нужна крыша Пожалуйста Шутку все воспринимал Ну а потом Как бы Все так Заинтриговало Понравилось В принципе Я бы еще сходил Благодарность Ксении Муж Александр Решил выполнить Свой профессиональный долг И купить девушке Правильное белье Александр в женском белье Долг знает Точно Зовем магазин Белье В Старой Руси Начнушка У тебя наверное 75 демр Да? Да Он все знает Блядь Он прямо Все знает Но не хочет Абсолютно Ничего это трогать Выбирать Он разбирается В шматье женском Это уже не нормально Он как Историк По оружию Какому-нибудь Он все знает Но Никогда не шмалял С мушкетом Да И булаву в руках Не удержит То же самое Но он много Еще в руках Не держит Если только Несколько Блавов Вытекает Я вот только За него беру Сразу капает Я вот Стараюсь Не трогать его Руки Отпускаем Все само Происходит Лучше Трусы тебе Подберу Трусы ты носишь Вообще Я ношу Да нет Я им это Тел И он ей говорит Я ношу Такие же Я думал Ты мне реально Отвечаешь Тебе наверное Красный Понравился Красный Да Можно Померить И она А он понимает Что она Это примерит И ему Покажет И покажет Конечно А он А он будет нос вратить Он просто посмотрит Такой прикольно Так ты мне будешь Ебать или нет Да Так и скажет Какой-нибудь Поспокойнее Давай вот этот Да Найди пожалуйста Мой размер И мне нужна Будет помощь Наверное Выбор Она прям сейчас Будет Да Сейчас давай Померю И Определимся С тобой Сейчас посмотрим На мушарина Раза два Три А так она В основном Сама ходит Я говорю Иди Если тебе надо Сама Бери Что-то тебе Нужно Вместе Редко Ходим Только не когда Я с мамой Работаю Да Там показывает Только мама Она заходит Постоянно Даже за ширму Не прячется Просто сразу Снимает Она голая Голая просто Ходит Вам какой пример Ха-ха-ха Хотите я покажу вам Все Даже не смотрит На нее Да Она прям Показывает Хорошо Он боится На нее Посмотрит Зачем он тогда На все это согласился Я понимаю его Как человек У которого Есть отношения Который никогда Не изменял В отношениях Он прячет взгляд Он изменял Он же сказал В самом начале Помнишь Пару разников Было В том и дело В чем В чем происходит Он скорее всего Стесняется камеры Просто Или реально Он евнух Или реально Он это Я не понимаю Тогда Я хотел его Оправдать Но Раз он изменял Блядь Такой странный тип Но между сисек Кто задвинут Она даже оператора Впустила В раздевалку Да Хай ты посмотри А вот смотри Даже выше головы Просто Слушай А может Она просто Ему не нравится Да может быть Да я не знаю Он такой Я люблю сушеную рыбу Но не ебать Если честно Да Я кальмаров не ебал Он же хотел Как он показывал А ему А что Это не уж что ли Ну Я понимаю Мне нравится Женщина Чуть Ее нужно Немножко Об стол Вот так Чтобы она мякла Как бы волк В мультике Делал с рыбой Да Мне нравится Когда знаешь Когда Ну меня не чувствуют Я как будто Как будто у меня нет А она Она есть Не понимаю Я просто Ей в висок Даю Она вырубается И как бы Она Ну я Это самое Но она не Выключается полностью Она просто Может видеть Она не чувствует Блин Это просто Она вводит глазами Он такой Сейчас я тебя положу И он меня плохо положил И она В голове Кричит И он такой Ой ты минуту не дышишь Ну не страшно Смерть мозга Еще не произошла Это происходит Да Через Через две Да У нас еще была минута А ты переживала Вообще Семь минут Бывает даже Да Но я не буду Зарисковать Шесть пятьдесят девять Продержу Ну хотя ты знаешь Может быть действительно Она не в его вкусе Просто мне кажется Он ее доведет до того Что она в четвертый раз Выйдет безлипчатка Да Как тебе Посмотри Просто да Посмотри на мои сиськи Видишь У меня есть сиськи Посмотри Прямо на них смотри Ему наверное не нравится А он прям такой Да да Классно Я не могу Просто Да Саша Ты не можешь помочь Мне лямочки Я не могу Я не дотягиваюсь Ты же профессионал Ты же в этом бизнес Как это делать-то Я откуда знаю Подтяни пожалуйста Наверх Еще 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 А ты алипай А ты алипай 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 Да нормально Давай Вообще Не смотрят На все Смирно Да нормально Прямо в лицо Да нормально Далее Наши прекрасные Тандем Тандема у вас не было Да Тандема Когда вы от сердца любите Доброе Вообще Дни летят Как вот Три секунды Три секунды По-моему Понятно Знаешь Смором Тебя Для меня Что ни денег Тут просто Обид Все Чувак Ты не действуешь Ты не действуешь Ты ничего не предпринимаешь Для того Чтобы овладеть Этой женщиной Он только Такой Ох Я тебя И сверху И сверху И сверху Во все дыры Он как чувак Который И они приезжают И он говорит ей О том Как он будет ее трахать Но даже не касается ее Он знаешь Очень много знает Вот этих всех подкатов Там Типа Ты случайно Не Он вообще не представляет Что такое Секс Что такое Просто дырка И вокруг волоса Вот так Рисует Кружок И точечки А как Писса выглядит Да Просто тоже овал И тоже Танейки Так все Волосатые у него Чувак Ты че У него есть порно Только из шестидесятки Да Старое такое Я не знаю Там Такого У вас много Я не знаю Как он Я ничего не расследить Не могу Там вообще Нихуя в небес Клитор Это где-то На спине Кто Клитор Не знаю Уши по-моему По-моему Это знаешь Что вот эта вот штука Которая Возревает Желтая Собирается Пиздец Капает все Желтая Собирается Это я ее вот так Утром Выкидываю Или когда Очень много Сигарет Накуришь Потом гашляешь И какая-то Бакрота Выходит Это клитор По-моему Нет Его лезать надо Что-то такое Они просто нажираются Да Он решил прибегнуть К тактике Прям вот ударной Мы ее сейчас Напоим И выебем Ему себя нужно Напоить И дать выебать Себя Ну и Дать себе смелость Он такой противный Он прям Любую Возможность Такой Вот ты закрываешь Крышку Вот рукой Так Вот бы пучелина Мне так Поделала Люблю Когда так Так это Че Блядь Сможешь Говорить С вызовом А знаешь Че еще Можно делать Ртом Прям Ко всему Последний шаг Чувак Ты так Слишком Это относишься Близко К сердцу К рту Ты Все Хочешь им Делать Он прям Слушай А какое Дело Вот ему Секс На пляже Она Скажет Нет Не Бало Он же Не Скажет Давай Замерз А у него Не хватит смелости Он может Надеяться Что она Скажет Нет Не было Но хочу Попробовать В туалете Вот прям Сейчас А он Сразу Он такой Ух Я бы тебя взял В туалете Ну пошли Он такой Вот я бы тебя Знаешь Как бы взял Блядь Я бы встал А сам бы Сидел там В шитонине Блядь Его ковырял Чтоб он встал Испугался Человек А он такой В голове Встань Пожалуйста Ну вообще Хоть чуть-чуть Ну хуй На полшиве Там дальше пойдет Кулаками затолкаем Блядь Все нормально Блядь Какой интимный вопрос Я начинаю терять контроль Вот это меня беспокоит А ты меня унесешь? Я вызову карету Вызову карету Как раз она Да он сам кассу Уже Что он вызовет Блядь Он нажрался Ага Вот когда Она нажралась Меньше его Он вообще не стойкий Он как-то Блядь А вот в чем дело Я объяснил Он просто хотел Опять Пустить пыль в глаза Вот материальными ценностями Материал есть 200 квадратная квартира Блядь Бизнес Сигвей Гораздо более масштабный Чем просто продавать Эти ебаные платья мамки Че Мамино Мамино белье Использование продается Наверное Ты видел Какой они дом Посмотрели Маньяки заходят Такие Типа Они Это что такое? Трехэтажный дом От бабахали Сколько такое стоит? Я думаю Что миллионов Наверное Пять-шесть Будет стоить Подмосковье А может и дороже Хуй знает Сморяющий Но На белье На мамкином Блядь Слушай На обычном белье Б такое не построили Может быть Понюхай Купить Купить И заказать Еще один бизнес Организовать Кто знает Что мамина На самом деле Это дураки И назвать магазин Мамино белье Не-не-не Я придумал Мамино смех И прямо Захочешь Там горы Блядь И там Как этот И воняет Как дружмакдак Приходит Прям ныряет туда И прям плавает Платит нам Короче 50 тысяч И час может Купаться В этой хуйне Да-да-да И может взять Одну любую вещь С собой Бесплатно А вторую Он берет Только по полной Стоимости Тоже за 50 тысяч Классный бизнес Класс Только надо очень много Использованного Женского белья И он весь выходит Такой В говне Да Мы сейчас Будем Миллиардерами Чуваки Кодировать Раскодировать Продавать Грязные женские вещи Чтобы не купались За 50 тысяч Ну нам точно Нужна крыша Слушай Крыша Срочно блять нужна Нас же убьют За такую хуйню Когда узнают Что это грязное Белье с мужиком Коши Бомжи Мы просто Да Вам у них Покупать за бутылку Давай Я пытался А у нас же будет Еще эксклюзивная Всякая Продукция Грязные Трусы Мамы габзавра Выдержите Выдержите Какой пьяный Все Поехали Дайди пожалуйста Подожди Тут крючок надо Он прям нажрался Но вполне Это может быть Тот тип людей Которые Быстро напиваются И быстро Трезвеют Очень может быть Кстати И она Останется Он уже такой Едем домой Да кстати Она Вот он Протрезвеет И может быть Чуть-чуть Осознает То что она Еще не до конца Напилась Дальше Ее пропоет И выебет И блядь Представляешь Как сгорит Пукан у этого чувака У мужа Что ее жену Выебают Он снимет Это еще на камеру И смонтирует Видишь Он сейчас снимает И он сделает Целый фильм О том Как он ее Всем привет Сегодня 8 апреля Я с самого утра Буду пытаться Выебать твою жену И он прям Видео это Говорит И он такой Что блядь Ну он зарежет Толками Да Убьет блядь Нет он его задушит Мамиными чулками Может мама ногами Прямо Она очень накачивает Как арбуз Да Он такая Блядь Блядь А он потом Подходит И начинает Мешалось Странно Вы знали Да Что если Мужчина танцует Он должен Поднимать руки Выше головы И значит Пидор Да Да То есть Вот так Вот уже нельзя Нет Нет Ты Я же тебе сказал Нет В смысле А как танцевать YMT Никак Танцуй другой Зачем тогда танцевать Много На стойку Собралась Это бар Гадкий койот Да Ты был там Там написано Нет Ну это вроде Тот бар Если я не путаю В котором Да Или сейчас Снимался Предпоследний И это грязное место Думаешь Сейчас Пелемень Перейдем Да Нас приняли Там за молодоженов А вот Что и слов Это женатая женщина А, действительно Я вижу Которые Покажите Ваш любовь Это женатая женщина Да У тебя муж Ебнутый Который может Всех порезать Все-таки Нужно брать Расчет Что они Уже Разъех Как бы Согласились Разъехаться И жить С другими людьми Так что И они уже Изменяли Друг другу И в принципе Если ты не боишься Мести мужа Она Она Будет Он не будет Ее бить Он будет Бить его Бутонька Ой Ой Изрекайте Вот там Будет Бить Так Ебольше Что Потом На всю жизнь Запомни Еще Интереснее Массажер А Рисовать Приятно Прохладненько Что А Краски Которые Это Он точно Линнер Он сейчас Свастику Нарисует Смотри Куда Кисточку А Почему Они смотрят В том Чтобы Как Татировки Оставить Именно Цвет А в том Чтобы Тактильные Ощущения Тактильный Контакт Да Она с первого дня Пытается на тактильный контакт. Да. Я там писал имя на спине, а я ни хера не понимал писать. Она такая, мне такая нервная, что она не знает слово море, блядь. Может, ты не писала неправильно? Ты сначала К, Р. Это море, блядь, море, море. Ну как же? К, О, Р, М, О, погодите. Она такая неправильно. Блядь, я себя вонкнул. Ладно, я сейчас помню. Ты так вот? Легся, мне кажется, на всю ногу там набиваешь мне. Рисунок. У меня будет быстро все. Так, хватит. Все готово. Что это означает? Я просто подумал, может, в черном, но черном жестко, наверное, будет, да? Ты просто любишь красный цвет, поэтому я и сделал в красном. Так себе, на кота нарисовал ей. Саш, доброе утро, просыпайся. Я завтра приготовила. Еще что-то типа... У них, знаешь, каждый вечер окончается тем, что она такая... Я в душу. Да? Так ты же чисто тукнулась. И просто молча уходит. Да-да-да, и просто там... На полтора часа, да? Да, ее нет. Он такой, чем они там занимаются? Может, ударилась головой, умерла. Все нормально? Да, отъебись! Чувак, это очень странный мужик, который, непонятно как, вообще женат. Ты вообще как он вообще эту свою жену как-то вот убедил? Из Питера вывез, да. Да, как она согласилась вообще? Может быть, с самого начала... Может быть, у нее реально гормон на поле появится? Наверное. Ну, тестостерон, блядь, отсутствует полностью. В смысле? Это мне. Что ты как эгоист тебя ведешь? Ладно, спасибо. Пожалуйста. Пидор. Через сколько тебя ждать? Пять минут. Ну, вот он... Хорошо, не больше. А почему она его кормить должна? Да, теперь уже все. Он ничего ей не дал. Он даже сексом с ней не стал заниматься. Хотя, как бы, уже дорожка-то проторенная. Похуй. Она всеми указателями на эту дорожку. Как он, блядь, всех терроризирует? Он никому не позволяет. Он, блядь, тиран, ебаный. Делает только... Все должны делать только так, как сказал этот евнух. Засекаю. Ты видел когда-нибудь лева в прайде без яиц? Такого не бывает. Как ты? Там левицы скажут, как ты... Только если очень большой лев, наверное. Очень огромный, жирный, здоровый. Как экскаватор такой. Да, да. В 50 раз больше. Он может просто съесть другого лева. Да, да, только поэтому. И он просто... У тебя нет я и... Теперь у тебя нет тела. Теперь у тебя вообще... Ты умер. Теперь ты у меня в животике. Он такой... Я слышал где-то... А прикинь, ну скажи, я скажу. Что холодными руками пиздить... Не так больно получается. Оператор, прикинь, подглядывает за ним и такой... Ой-ой-ой. Вот почему он с ней не спит. А-а-а! Он там... Он там... Он, посмотрел, упершись в стену, дрочит. И плачет. Ему очень гладит. Жене скучает. А это нормально на каблуках? В клубах девушки ходят по квартире. Ну она, может, уже собралась выходить или... А она до последнего пытается его возбудить хоть как-то. Ну что, долго? Мне сказали, что долго. Че, все, ты молодец сегодня. Да. Даже без сладкого. Просто классические бутерброды. Классические, скучные бутерброды. Это ну тебе нравится, как я тебя забудила? Да, спасибо. Можно было, конечно, так не одеваться. На, съешь палочку сельдерея. Это что? Пять? Сельдерей, он вообще редко у нас появляется на столе, как бы. Он такой специфический продукт. Его, конечно, нужно есть обязательно. Особенно мужчинам. Аромат. Может, тебя там больше сельдерея есть, блядь? Да. Может быть, у тебя... Такое чувство, что он сельдерей. Хуй, как сельдерей. Непонятно, что вообще редко появляется в нашем доме. Где твой хуй? Редко появляется вообще, где бы то ни было. Да, как будто отдельно. Знаешь, хуй его живет. Он тогда приезжает. Может, в командировку приехал. В гости, блядь, как мама, знаешь? Он у мамы в гостях все равно. Да, знаешь, такой яйца и хуй в шляпе такой приходит. А вот и я. Все-таки, ой, ты приехал. Он сидит такой рассказывает, где я только не был. Я не толчу. И там это. Он такой здорово. Он такой, может быть, поедешь тогда мою жену, пока ты здесь. Он такой, ну, не знаю. Ладно, ну, конечно. Он такой, блядь, завтра уже уезжает. Деловой хуй. Чтобы красиво все устало. И потом он понимает, что это не его хуй такой. Да, да. Больно желтый. Да, какой. А он такой. Заходи. Я их обманул, надел очки. Они подумали, что он хуй его. Он не забыл, как он выглядит. Ой, как аппетитно выглядит. Так кушать захотелось. Я тоже. Я бы даже вот эту петрушку бы съел. Сейчас супер. Арбуз-то такой. Аромат потрясающий. Это вот с его головы вырезано. Повыришь, про что я говорил, треугольник. Вот так. Ой, она грустная такая. Чай, кофе. А он уже не пытается ее... Чай, если не сложно. А вот сейчас, вот сейчас, как раз может быть тот момент, когда она им заинтересуется, потому что он перестал проявлять к ней внимание. Андрей постарался прям на славу. Было приятно. Ты тоже кушай, а то я тебе не ловко ощущаю. Какое что такое? Смотри, под кжель. Ну, давай посмотрим. Что тут есть? Смотри, какой стульчик милый. На кухне такой. Самое приличное, наверное, что тут есть, это... У него, наверное, в башке просто как котелок варится сейчас. Да, да, да. А он смотрит на это все? Как просто мигать все начинает. Куда ты меня привела? Ведьма, блядь. А он потом это у себя откроет в селе. Смотри, какой трон. Пенисный. Король. Пенисный трон. Он говорит, пенис. Пенис. Знаешь, что такое пенис? Это маленький хуй. Вот кто говорит пенис. Пол просто. Садись, хочешь у тебя сфоткор? Давай, давай. Пол мой говорил, пенис. Черт. Держись, держись, не бойся. Они не укусят. Это что, типа пол пупить? Это сувенир можно забрать. Она-то уже один себе в сумочку положила. Да, а то и два. Кто лежит? Как живая? Так она живая. Потрогай. Даже страшно. Нет, даже страшно. Не живая? Холоденькая? Нет, нет. Даже страшно. Она прям живая. Прикольно. В принципе, и строились все отношения. Ну, начало. Слушай, она реально начала подозревать, что у него проблемы с... Ему вот такая нужна. Вот в раскраске вы... Он, да, я люблю модные его. Они по эмоциям вот одинаковые. То есть он так вот ее трогает? Может даже себе не тело, а жопу только купить с двумя дырками. Нормально. О, люблю ее. Он вот так будет сидеть с ней, люблю ее. Да-да, а он реально приходит в ресторан, кладет на стол, на стол кладет что-нибудь даме. Я в очку не ебу, я в очку только целую. Вокруг очка провожу. Не, не, не целую туда, куда я ебу. Потому что я жопа, принцип. Вина моей даме. И заливает в очку. А он такой, а я сейчас из него выпью. И там, о, фусь, пизды потекло. Слушай, моя сперва. Черт, как? Он такой, я забыл повыть ее просто. А это какая-то она жёлтая. Какие мягкие. Жёлтая. Вот опять там такой, знаешь, из-за угла. Заложенное. Но насколько нужно, это жесть, что его привели в такое место. Не просто ради интереса посмотреть, какие там есть, это что, я так понял, музей ироческого или что-то там искусство. Искусство, да, наверное. Его привели, чтобы посмотреть на вот, как бывает, когда член стоит. Посмотри, пожалуйста. Что это с ним? Почему они не висят? Что это с ним? Это болезнь какая-то? Он такой твердый. Да, да, да. Наверное, ему срочно нужно выдавить скорую. Скоро будет инсульт. В головке пениса. Он прям потерял, он прям. Что-то какие-то карточки, да? И он, поэтому он вставляет свой. Бам, бам. Не, Влад, мы знаем, что это делает. Какой у меня счет? Какой у меня счет? 50, 23. И 23 попало. 23 попало. Охренеть. Чувак, она реально настоящая, ты ее видел? Это кукла такая. Ну я понимаю, она говорит, как настоящая. Или это настоящая? Ну и работка, блядь. Да. Представляешь, он писал деньги уже. Да. Класс. И тебя все трогают. Да, там, наверное, знаешь, табличка стоит, но никто не читает. Ее приодистике приходится вот она лежит, такая. Пальцы вы... Пальцы вынти. Играю её. Это было очень смешно. Это члены бития. По писькам она била. Я боюсь, что Ирине это не понравится, что я ходил сюда, в такое заведение. Беспокоиться. Ты бы ещё раз туда пошла? Ну, ещё раз. Он маленький, в принципе, мне хватило. Ну, вот если бы я был свободен, я бы с этой женщиной куда-нибудь сходил. Побить по писькам? Почему нет? Попробовать тёлку, как настоящую, на ощупь. Гетельману бы её привезти, а он бы сразу на вкус и аромат покурил бы. Эй, батя! По-любому где-то ещё может какие-то заведения такого рода? В других городах, да. В Европе я знаю, что очень много музеев такой тематики. Ну, в целом, я думаю, они все, в принципе, похожи. Да, наверное, больше одинаковые. Что-то можно ещё придумать, как говорится. Привет! Вы где? Привет, привет. На Арбате. На Арбате, да. О, прикольно гуляете? Да. А вы где? Дома? Мы ещё дома, да. Такое чувство, будто эта женщина станет ей подружкой. Да, кстати, она будет приходить к ней и... Плакаться к ней. Да, она будет, представляешь... Честно скажу, хотела, но... Что они могут... А мне потом показали кадры, как за ним посмотрели, когда он руки мыл. И там у него... Да? В туалете? В том и дело! Пизда! Расскажи, да! Я же тебе говорил, что это чемпионка мира, блядь, в тяжёлом весе по тяжёлой этой хуйне. А есть такая женщина, которая выглядит как мужик вообще полностью? Вот она. Или в музее секса. Ничего себе! А что там? Картины, статуи, статуэтки, вообще... Хорошо, ты заметила только картины статуи, а Саша письки. Игра такой, молоток и бьёшь... Он только одел на письки смотреть. Короче, писька вылезает и... И бьёт молотком, короче, по этому самому. Но она почти выиграла там. А Саша испугался, там такая фигура в мулатке. Вещества, они все начинают трахаться вообще. Да, вот если есть и сейчас, должно быть сейчас именно это. Они такие, давайте по скайпу. Мы прямо на этих очередях. Он же хотел в публичных местах секса. Всё. Начинается. Он будет смотреть только тот чувак. Понятно, он уже кукол. Живая. И он говорит, она живая? Ну, конечно, я понимаю. У вас дружная, крепкая семья. Вам немножечко не хватает для полного счастья и гармонии взаимопонимания и возможности услышать друг друга. Вот тоже жалко эту девушку, потому что все девушки в этих шоу, которые одинакие, такое чувство, что у них секса года не было. Ужасно. Они так активно пытаются соблазнить мужиков. Может, конечно, на них продюсер дает, скажет, ты контракт подписала, боже. Ты можешь как бы, блять, уже за хуй держаться, блять. Выеби его. И он не понимает, что это незаконно и все-таки пытается его выебать. А может и правда женщины там такие охочие, они их находят где-то. Но где же они их находят? Они сами пишут, получается. Они все адекватные, между прочим. Вот все вот, которые, да, без мужчины, а все жалуются, что нормальной девушек не осталось. Вот смотрите. Они все на телевизоре? У вас нету еще девушки, вы хотите познакомиться и лучше найдите вот эту тему. Я тебе хочу пожелать, чтобы ты нашла, ну, того мужчину, которому ты мечтаешь. И, ну, быть верной, самое главное. И чтобы у вас не было таких проблем, как у нас получилось, недопонимание, я желаю тебе всего хорошего. Я когда поговорил с Ксенией, я думал, что она обо мне, ну, другие вещи будет говорить. Ну, вот очень странно. Он вроде как все понимает, он говорит свои плохие черты характера. Он рассказывает о том, какие у них проблемы между собой. И ничего с этим не делает вообще. А ему всего 29 лет. Ну, он выглядит гораздо старше, во-первых. У него и характер как, у человека гораздо старше. Характер, да, у него какой-то внутренний возраст там уже к полтиннику. У него слишком, может, рано кризис начался. Слишком кризиса повисла, рано, блядь, такое бывает. Ну, блядь, так это все лечится, чувак. Там люди в минус 50, блядь, глаза не видят. Нихуя им там вставляют камеры, блядь, они все видят. Что угодно можно сделать. Бля, руки-то не отказывают, в конце концов. Но сделай-то хорошо. Все проблемы с сексом, блядь, всегда начинаются. Вот как только секс начинает плохой быть между парой, то... Такие вещи, ну мне так казалось, ну я приятно удивлен. Какая красота. Мы пускали буквально здесь рядом самолетики. Ну он такой противный, вот он уже утомил этой своей романтикой. Прям тошнит. Дааа. А давай теперь напишем желание и засунем их в шарик, и они полетят. А давай ты сам себе напишешь. Чувак, ты постоянно... Постоянно придумываешь одно и то же. Он наступает на те же грабли, блядь. Сколько можно? Давай романтику сделай. Напишем их. Нет, все-таки тот выпуск, который был с желтомордом, он самый смешной, блядь. Он самый канонический. Топовый. Это тоже неплохое по-своему, но здесь нет секса. Я не люблю, когда нет секса. Я тоже не люблю. Не любишь, когда... Я люблю срывы, я люблю срывы. Какой же секс? Давай, отлично, дед. Отпустим месть. Давай, тебе немножечко. То же самое, да. Опять желание эти... Значит, запускаем? Начать. А вы знали, что... Ой, я даже зевнусь хотел, блядь. А вы знали, что... Вот вам интересный факт. Гелий не в лабораториях делают, его добывают. И скоро он кончится. И, скорее всего, ваши внуки не увидят шариков воздушных. Отпускайте их в воздух, конечно. Блядь, да ты гонишь? Нет, будешь внуку рассказывать. У нас была такая штука. Шарики на голову? Шарики. И мы их просто в небо отпускали. Она такая, она же кончилась. Да, да. Мы ее ездили. А может, это хуйня ездили? Можно машинам? Выпускные были. Вот миллионы шаров вообще отпускали. Это как-то самоубийство. Ухар вообще. А оставили, знаешь, вот такую, одну бутылку с этим газом. И один чувак такой. И человек такой... И все посминялись таким, в 3050 каком-то году. Все такие, да, прикольно. Последняя бутылка. В 2070-м скорее. Да, уже так скоро. Да. Блядь, ну и нефть скоро кончится. А нефть, ты знаешь, на электричестве будем. Я думаю, а вот гелий чем заменить? А вот каково это вообще осознавать? Нефть это перегнивший динозавр, по сути, правильно? И мы ездим, заправляю свой форт перегнившим динозавром. Это странно. А пыль, пыль это частички кожи. Это еще страннее. Столько пыли. Да. Интересно. Это его последние надежды на перепих с ней у него улетели. Да, к сожалению. Пока, секс. Пока, секс. Привет, какой шикарный букет. Стой. Давай вот так положим его и все. Хороший. Не верю я, блядь, что не хватает. Очень скучал. Ой. Конфеточки. Конфеточки. Спасибо. Слушай, ну это первый выпуск, где пара осталась и не изменила. И вроде как хорошая концовка. Они конечно сейчас помирились, потом через две недели опять все так живой. Пиздец будет через последний день. Тут впервые. То есть никто не изменил, никто ничего не изменил. Ну слушай, получается добрая серия. Да, но отстойная. Ну да. Хорошо, когда изменяют. Я люблю. В передаче, да. Измены, секс и грязный секс. Все представляют друг друга. Да, да, да. Ругаются. Все кидаются. Вот измена хорошая шел, кстати. На канале Антона мы смотрим, новые выпуски выходят. Подписывайтесь. Спасибо большое. Да. Я, наверное, хочу прежде всего извиниться перед тобой. Да. За все. За все то, что я теперь сделал плохого. Ничего себе. Я тебя очень сильно люблю. Ты для меня маленькая. Ты землю, блядь, тягомося. Я с вами тоже многое поняла. Я буду более лояльней к тебе. Стараюсь. Либо они, когда монтировали, такие, слушайте, у нас не передача, а какой-то траходром. Давайте в этой серии вырежем сцену. Давайте, да. А может, там вообще был жесткий жёсткий. Жёсткий. Там прям вообще скалками ебались. Этого сажали, блядь, прямо на этом. Она такая, тебе бутерброд с вареньем взял. Бутерброд с вареньем, и он по лицу начинает ей размазать, потом засасывается на столе. Она просто его сзади, на самом деле, просто вызирает ему прям вот это. Она такая, что такое, блядь? Бутерброд. Твою, блядь, это сейчас такое варенье. Это не варенье. Да, просто говна. И там просто все ссут. Оператор подключается. Выходит продюсер, рвёт волосы, с лапка кидает варенье. Да, они всё это едят. Они такие, о, вот это передача. Потом варят со всей этой хуйней в суп, блядь. Едят его. Елиси там сидят, да, и все радуются. И лук трут, блядь, его. И этому чуваку, блядь, его привязывают к кровати. Глаз на хуй. Натирают его весь лук. Всего луком, блядь. И он такой, ай, лак. Класс. И в ретро ему, конечно. В ретро ухо и в шприцом. И ворчать. И потом он уже пришёл такой, знаешь, цветать. Я всё понял. Я всё понял. И я очень хочу, чтобы, ну, то, что мы в этом проекте получили, чтобы мы это подпитывали постоянно. Согласен? Ого. Ого. Что, поедем домой? Ого. 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 Мне кажется, что всё-таки их заставили. Да, конечно. Она, наверное, изменила и боится, что он сейчас ей пробьёт лоб. Ножичком, да, который у меня с собой. Скончился счастливым. Надеемся, Александр и Ирина больше никогда не задумаются о разводе. Итог такой, что серия мне понравилась. Она очень странная, но тем не менее никто не изменил. Жалко, что никто не изменил. Жаль, вот жаль. Плохо звучит. Вот я люблю, когда вот грязь. Это грязь. Искалками и будет стоять, грязь вообще в передаче. Так весело становится. Так что мы надеемся. Давай следующий выпуск посмотрим сначала, вот чуть-чуть. Буквально, есть измены или нет? Или не будем? Давай. Это стандартная процедура. Давай, попробуем. Вы не пара, вы больше как друзья. Дикая киска, на это онлайн. Вы сходите, всё на контакт. Дикие кишки? Да. Чёрт! Чёрт! Там женщина лежит, смотри. И женщина лежит. Там рука женская. Вот это да! Вот это будет хорошая история. Друзья, не пропустите. Вы должны, мы должны разобраться, что произошло с этими людьми. Но это будет следующая часть. Да. А теперь всем пока. А теперь пока.